Ну что, мы начинаем наше мероприятие. Bonjour, good morning, добрый день и добрый вечер. Добрый день, это по-белорусски. Но попробуем еще и на других языках. Салам алейкум, хурматли, жаноблар. Здравствуйте, уважаемые господа, это было на узбекском и на казахском тоже немножко. Я больше чем рада на самом деле открыть вот это мероприятие сегодня. И не потому, что нас много, хотя это действительно впечатляет. И, значит, здесь я не знаю сколько временных зон, начиная с Якутии и заканчивая Ванкувером. Наверное, все, что можно было охватить, мы охватили. Но самое главное, потому что у нас будет очень интересная дискуссия. И мы с вами будем друг у друга учиться. Ну что, я представлю себя, хотя мы уже познакомились с каждым. Марина Бельских, региональный директор сербы в Монреале и Атаве. Про ассоциацию сербы вы наверняка уже узнали, потому что опять мы много переписывались и обсуждали этот проект. И я немножко расскажу об этой ассоциации с другой стороны, с которой, возможно, вы еще ее не знали. Итак, это та ассоциация, которая слушает бизнес, государственные агентства и правительства, промышленные предприятия и финансовые учреждения и сообщества, озвучивает их потребности, потому что иногда нужно быть храбрым, чтобы сказать, что у меня есть эта проблема. И обсуждает решения и открывает возможности вместе с членами ассоциации. Те члены ассоциаций – это на самом деле уникальные люди и специфичные люди, вместе с тем специфичные организации, не потому что они могут позволить себе сесть за стол с большими организациями, с которыми сложно сесть за стол переговоров, а, по моему мнению, они интересны и специфичны, не потому что у них глобальное видение и далеко идущие планы. И это одна из, может быть, клише о том, которые вы видите. Это те компании, которые пытаются, если еще нет, стать глобальными, потому что родиться глобальным, иметь большие глаза, то, что написано на слайде, значит, чуткие уши, нужно и побегать, и много всего успеть, и длинные руки, да, руки правосудия. Все очень сложно, понятно, что международный бизнес очень сложный, но мы сегодня попробуем сами взглянуть на международный бизнес с другой стороны. Так. Мы с вами перейдем к небольшой технической инструкции. Значит, я уже много раз писала, и я уверена, что каждый из вас прочитал. Поскольку у нас много участников, то время презентации евразийских малых и средних предприятий мы уменьшили до семи минут. Вот, и это тоже хороший такой челлендж будет для каждого из вас говорить только то, что важно, и впечатлить ваших канадских покупателей, и установить с ними доверие за семь минут. Время канадских стикеров мы оставили, потому что их выступления очень полезные, тоже в том числе, и образовательные. Здесь мы же мнений никаких не делали. Если вдруг у вас будут технические проблемы, то подключайтесь к других устройств, с телефона, с планшетов. И также напоминаю, что подключиться к этой платформе можно и с телефона, с телефонной связи, и у вас была ссылка, если вдруг что-то не будет работать. Очень важно отметить то, как пользоваться чатом. Чат для нас — это нетворкинговый инструмент. Для таких мероприятий мы не можем с вами видеть себя лицом к лицу, но зато мы можем все равно делать все вещи, даже больше, может быть, чем мы можем делать, видя друг друга на мероприятиях. Итак, что можно сделать в чате? Представьтесь, представьте свою компанию. У вас есть список программы, помимо всех презентующих компаний, спикеров или тех, кто представляет компанию, у вас также есть список уважаемых гостей, и вы можете написать сообщения напрямую, либо в общем чате. Поэтому хорошо работайте с этой программой. Все важные люди, которых мы хотели показать, которые могут быть полезными в вашей работе, задавайте им вопросы. Дальше делитесь в чате своими достижениями, проблемами, которые у вас стоят, и задавайте вопросы, которые вы хотели бы ответить. Сейчас подходящее время это сделать. Ну и немножечко, как бы, банально, возможно, скажу, что пытайтесь быть не только увиденными и узнаваемыми. Вы все хорошо и правильно подписали свои аккаунты, имя, фамилия и компания, чтобы вас легко было найти на английском языке. Но и постарайтесь так, чтобы вас и запомнили. У нас есть предложение от нашей ассоциации, те, кто поделятся любой информацией, полученной на данном мероприятии в социальных сетях. Это, может быть, уроки, которые вы выучили, или совет, который вы получили, успешную историю. В любом случае, все, что вам было интересно, поделитесь этим в социальных сетях или на страницах своих сайтов. Хэштег серба SME, малое и среднее предприятие. Мы по этому хэштегу посмотрим, кто это сделал, найдем друг друга и пригласим вас на мероприятие о успешной вашей истории. Представлю еще одного важного человека, модератора этой конференции, Яна Исакова. Она будет председатель Совета директоров Казахстанской ассоциации семейного бизнеса. Ну что, я последнее еще о чем должна сказать, это о нашей программе, у нас будет 4 части. Мы, конечно же, пригласили наших помощников, государственные агенции, структуры, без которых жизнь малых и средних предприятий на международном рынке просто невозможна. И они зададут, я не знаю, правильные направления, потому что мы поднимаем очень сложный вопрос сегодня и постараемся показать, что экспорт малых и средних предприятий в Канаду все же должен быть возможным. И у нас все есть для того, чтобы нам это делать. У нас есть агентства государственные, которые помогают, это торговые представители стран Евразии здесь, в Канаде. У нас есть сами малые и средние предприятия, которые хотят выйти на рынок Канады, а все начинается с инициативы, и она должна быть поддержана. У нас есть, естественно, серба, которая будет соединять все заинтересованные стороны, но и самое главное, у нас есть диаспора. И я чуть-чуть попозже, после всех вступительных выступлений, расскажу, что это сегодня не простое мероприятие, это на самом деле инициатива, у которой может быть большой потенциал, если мы все ее с вами поддержим и согласуем дальнейшие наши действия. И следующая наша часть, вторая часть, мы будем прослушивать презентации евразийских малых и средних предприятий. Дальше у нас есть 4 спикера по теме продовольствия, косметика, детские игрушки и товары народно-художественного промысла. Это все те люди, которые здесь работают в Канаде и готовы, они поделятся своим советом, как лучше реализовывать такую продукцию. Ну и в заключительной части мы подведем итог и наметим наши дальнейшие направления сотрудничества. И я представляю слово Александру Александровичу Носкову, генеральному консулу Российской Федерации в Монреале. Александр Александрович. Здравствуйте. Приветствую всех участников конференции. Хочу поблагодарить и отметить активную роль регионального директора Ассоциации СЕРБА Монреале Атави Марины Бельских, которая активно участвует в объединении усилий бизнесов разных стран и создает своей активностью вот такие возможности. А государственные структуры должны учиться у бизнеса, в том числе и мастерству проведения таких телеконференций. Вы знаете, российское правительство уже несколько недель работает в таком формате. И возвращаясь к теме мероприятия, я хочу напомнить, что в начале 90-х годов, когда российская экономика переживала переход от советского уклада к новому, основными, если не сказать самыми яркими двигателями этого перехода были как раз представители, бывшие советские граждане, которые научились новым методам ведения бизнеса и одними из первых вернулись не только в Россию, но и в бывшие страны Советского Союза и своим примером, своим энтузиазмом и показывали примеры, как нужно делать бизнес. И использовали те замечательные возможности, которые существовали в те времена. Я желаю всем участникам интересных дискуссий и с удовольствием послушаю и поучусь. И буду воспринимать ваши идеи для того, чтобы использовать их в нашей работе. Спасибо. Александр Александрович, спасибо огромное. Мы идем дальше. Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана, господин Атхам Икрамов. У Республики Узбекистан за последние два года мы... Я не знаю, сколько мероприятий провела СЕРБА, но мы видим огромный интерес у канадского бизнеса к Узбекистану. И, пожалуйста, господин Икрамов, расскажите нам о малых и средних предприятиях Узбекистана и какие амбициозные планы стоят. Добрый вечер по Узбекистану, Марина и уважаемые участники. И доброе утро, наверное, по канадскому времени. И у всех разное время, но желание одно, наверное. В первую очередь я хотел бы поблагодарить за организацию СЕРБА и сказать несколько слов о том, что с марта 2017 года мы имеем соглашение о сотрудничестве и активно работаем в продвижении как узбекских предприятий на канадском рынке, так и канадских предприятий на узбекском рынке. Благодаря политике президента новый Узбекистан, он открывается для мира. И можно сказать, что мы на каждом из наших форумов, которые мы, Марина, вы правильно говорите, провели за два года, мы видим большое количество участия большого и среднего бизнеса. И малый бизнес в Узбекистане, канадский. Но хочу вам сказать, что в газовой, нефтегазовой отрасли, химической отрасли, инновационные компании, они имеют большой интерес. Говоря о сегодняшнем мероприятии и готовясь к нему, хотел бы сказать, что вы сегодня сказали, что есть государственные, институциональные структуры, которые так или иначе содействуют сближению бизнеса разных стран. И я могу сказать, что сегодня для меня честь поблагодарить и консула Александра Александровича, и наше посольство в Соединенных Штатах Америки, которое отвечает и за Канаду тоже, наших казахских коллег, которые проявили интересы, будучи мостом между бизнесами наших стран. Не буду много останавливаться на значимости торгово-промышленной палаты. Хочу сказать, что это самая большая организация. И за последние три года она трансформировалась. По нашей организации принят закон о торгово-промышленной палате. И могу сказать то, что интересует всех нас сегодня из этой студии. В течение 50 дней, когда у нас был объявлен режим самоизоляции и карантина, я хотел бы, чтобы наше уважаемое бизнес-сообщество обратило внимание и поблагодарить все бизнес-сообщества, которые проявили высокий уровень социальной ответственности. Потому что просто так уйти на самоизоляцию, на карантин, прекратить деятельность свою, это тоже требует какого-то мужества. И социальная ответственность, где проявлена на сегодняшний день, есть стабильная ситуация по распространению ковида. Эта социальная ответственность, она связана не только с бизнесом, но и с населением тоже. И я вижу, что сегодня в мире, конечно, в это сложное время, многие страны, благодаря чуткому вниманию правительства, где это получается, то есть и соответствующие успехи. Могу сказать, что интересные темы, вы, Марина, сами как модератор подняли это, мы готовы были бы ответить на вопросы в целом, каким образом обеспечиваются льготы, поддержки и преференции в период пандемии. И сегодня у нас принято было три указа президента, которые поддержали бизнес, это пролонгация кредитования, уменьшение налогов. Я не буду сейчас останавливаться, и это всегда можно посмотреть и на нашем сайте, и в СМИ, и обратиться к нам. Но я хотел бы сказать очень важный вопрос, каким будет мир после пандемии. В любом случае она когда-нибудь, у нас говорят, иншаллах, куда она завершится. И тогда бизнесу нужна будет в первую очередь поддержка, а во вторую очередь очень важна финансовая поддержка, опять-таки для того, чтобы развивать те связи, которые есть, и те, которые могут возникнуть. Мы из этой студии проводили с Европейским Союзом в целом, в частности с Францией, с Тюркским Советом, а вы знаете, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Азербайджан, Венгрия, они вовлительно включены в этот Тюркский Совет, так что через Венгрию мы имеем возможность и обсуждать вопросы выхода на европейский рынок продолжения. Очень важным моментом для малого-среднего бизнеса является обеспечение возможности реализации своей продукции и экспорта в условиях упрощенного сертификации и стандартизации своих продуктов, которые, соответственно, обязательно отвечали бы всем требованиям, но без бюрократических препон. И для этого серва, я думаю, может дать возможность быть таким мостиком на канадском рынке. Второе, что я хотел бы сказать, изменится после пандемии то, что новые сектора экономики и те, которые уже были, они начнут развиваться с новыми усилиями. И сегодня мы видим, как здорово развиваются у нас в Узбекистане и в странах Центральной Азии, и в Российской Федерации тоже мы видим этот агропромышленный комплекс. И я думаю, что возможности протекционизм быстро пройдет, и мы, наконец-то, уже в ближайшее время еще раз откроем свои границы для того, чтобы реализовывать и дополнять все контенты ассортимента сельскохозяйственной продукции, переработанной сельскохозяйственной продукции. В этом отношении опыт инновационных технологий Канады в этом направлении был бы интересен. Очень интересно сегодня, Марина, у вас будет дискуссия по ассоциации ремесленников, и я благодарен Серба с выступлением, что нас пригласили открыть торговые дома. Могу сказать, что в пяти странах торговые дома открыты уже, и я вижу среди участников и ассоциацию ремесленников Узбекистана могу сказать, что в торгово-промышленная палата она увязана с ассоциацией и Вайса Чемен, то есть моим заместителем является председатель ассоциации ремесленников Узбекистана, и я вижу здесь нашего почетного гостя фестиваля, госпожу Кароль Робертсон-Лопеса из Соединенных Штатов Америки, надеюсь, что она скажет об развитии ремесленничества. Могу только по этому контенту сказать, что самое лучшее то, что в условиях пандемии может развиваться, это ремесленничество. Почему? В первую очередь, это маленькие кустарные мастерки, которые с соблюдением режима самоизоляции могут продолжать свою деятельность в области семейного бизнеса, соблюдая карантин. Во-вторых, их поддержка, они могут работать на маленький сквозь склад, и потом онлайн реализация продукции, я бы призвал бы сербы в этом направлении подумать, мы можем сделать буклеты онлайн для того, чтобы население Канады могло бы восторгаться издельными ремесленников не только Узбекистана, но и Центральной Азии, Российской Федерации, если говорить о огромном потенциале и российских ремесленников, которые присутствовали в Каканском у нас фестивале. Очень важным моментом является то, что мы будем связаны с безработицей, сталкиваться, и виза вам будет безработица. Я хочу сказать, что с наименьшими льготными кредитами можно создать одно рабочее место именно в области very small business, каким является ремесленничество. И у нас 50 миллионов долларов было направлено только за три месяца на развитие ремесленничества. Мы сейчас освоили 10 миллионов за эти 50 дней, и уже 2500 проектов в области ремесленничества было сделано. Это очень льготные кредиты. Одно рабочее место таким образом обходится в 1000 долларов. В условиях Центральной Азии я вам скажу, что может быть чуть больше это в других странах, но мы видим, что во многих странах это хороший выход из ситуации. Я хотел бы сказать, что вопросы косметологической продукции нам были бы очень интересны. 34 миллиона населения Узбекистана, в целом Центральной Азии 70 миллионов, выходы на рынки соседних стран, огромный рынок Российской Федерации, которая по итогам трех месяцев стала лидером во внешнеторговом вороте Узбекистана, опередив в этом Китайскую Народную Республику. Мы полны решимости сотрудничать с вами, Марина. Я благодарю и Яну Исакову за участие в качестве модератора. И хотел бы от имени ТПП в первую очередь пожелать нам скорейшего завершения пандемии для всех стран на глобальном уровне. В следующем сказать, что мне очень приятно, что мой заместитель сегодня продолжит с вами дискуссию и ответит на все вопросы Тафариса Усманова. И извиниться, если я, в отличие от уважаемого господина консула Александра Александровича, занял чуть больше времени, чем это может быть положено для welcoming remarks. Спасибо большое. Господин Украмов, спасибо огромное за вот эти интересные предложения, которые действительно имеют основания для семейного бизнеса сейчас развиваться большими темпами. Спасибо огромное, это вы очень-очень хорошо сказали. Перед тем, как перейти к следующему нашему спикеру, я попрошу компанию Timber Group не делиться сейчас презентацией, потому что мы бы хотели слышать именно спикеров. Хорошо? Олег, пожалуйста, если можно, презентацию уберите, пожалуйста. Я стараюсь, просто первый раз работаю в этой программе, сейчас пока не понимаю, что происходит. Павел был обучен, поэтому там есть кнопочка перестать делиться, та же кнопка. Хорошо, я иду дальше. Шаржи Дафех, торговый представитель Республики Беларусь в Канаде, господин Евгений Русак. В Беларуси у нас тоже в этом году было проведено уже несколько мероприятий, начиная с января, и будет следующее мероприятие и в мае. Евгений, пожалуйста, расскажите о челях Республики Беларусь в отношении малого и среднего бизнеса и экспорта в Канаду. Спасибо, Марина. Я не знаю, но я буду говорить в английском, потому что, как я вижу, не все из Канады понимают русский. В то же время, почти все из Канады, которые участвуют в Канаде, понимают английский. Да, это будет отличный контраст. Да, это будет отличный контраст. Видео Бриджа позволяет нам не только attract больше speakers from Канаде, но и более важно, bring together companies from different countries of Eurasia, what created a unique opportunity to get more информацию. И я рада вам сказать, что сегодня с нами есть три Беларуси, которые не очень маленькие или медиумные бизнесы. They are relatively respectful, and they are Savushkin Produkt, Vitex, and Polesia. And I say a few words about them. So Savushkin Produkt is a leader of a dairy industry in Belarus and one of the largest manufacturers of natural dairy products in the Eastern European region. Then Vitex is a cosmetics manufacturer that produces professional cosmetics for beauty salons and for personal use, and also mouth cavity hygiene products and household chemicals. And Polesia is well known as a manufacturer of a wide range of outstanding quality plastic toys. So all these companies have been already exporting to Canada. At the same time, we believe that their potential is much more high because of high quality and because of being the factor of the national brands of the Republic of Belarus. Well, I would like to thank personally CERBA and personally Marina Belaski, who is a regional director of CERBA in Montreal and in Ottawa, for making this event possible and for making this event very result-oriented, which is very important. There is only one thing I would like to ask the participants about, the participants of this conference. Please consider it as a platform for networking. Once again, please consider it as a platform for finding and establishing new content because we in the Embassy of Belarus in Canada believe that we do not divide the projects into large scale and in small ones. We believe that every new content and every new contract is important in terms of constructing the walls of bilateral preparation. and it is important because it strengthens the foundation of bilateral cooperation. And Belarusian site welcomes further contacts with Canada in all spheres and that is why I would like to ask the Belarusian and Canadian participants to consider the Embassy of Belarus in Canada as your window to the market of another country, of another site. And please, should you have any questions, any requests for assistance, any concerns or any ideas? Do not hesitate to contact the Embassy of Belarus because we are located here to serve you and to facilitate the trade between Belarus and Canada. Well, yes, Canada is far away from Belarus and from other countries of the region. At the same time, you know, we are living in too small world. The distance from Montreal to Minsk, for example, is less than a round trip from Montreal to Vancouver. Well, anyway, so you are most welcome to consider Belarus as a business and trade partner. We do not have any trade obstacles. We are result motivated. It means that when collaborating, we can achieve any goal we have ahead of us. With this, I finish my welcoming remarks and I take this opportunity to wish you a successful and fruitful conference and good luck with your business with Belarus. Thank you. Евгений, спасибо огромное. Знаете, вот этот факт интересный, что даже если кто-то говорит, в Канаду экспортировать невозможно, это всего лишь чье-то мнение. И мы сегодня будем искать способы, один из них, и вы много назвали, и на один из них я бы хотела обратить внимание, что есть вопрос в том, чтобы объединить усилия и создать команду. Поэтому давайте изыскивать эти возможности и чуть позже я расскажу о диаспоре, которая должна сыграть огромную роль в этой работе. Евгений, спасибо. Спасибо. Следующий наш спикер это из Республики Казахстан, советник посольства, господин Мурат Рустемов. Мурат, приглашаем вас. Доброе утро. Доброе утро всем участникам. Если позволите, тоже кратко на английском. Я думаю, аудитория у нас вся владеет на английском языке, и будет всем. Спасибо. Спасибо большое, Марина. И я бы хотел express our sincere gratitude к Серба Ассоциации, и к Марине, особенно, в организме сегодняшний event. И я надеюсь, что сегодняшний конференц поможет нам помочь эту корпорацию, и чтобы создать новые связи между нашими компаниями, и это поможет нам definitely помочь бизнес-корпорацию. And I'd like to wish all the participants success, и would like to use this opportunity definitely to urge all companies to contact us because we are here to help. And our embassy here in Canada will be open to all proposals and the communication. Please, you are most welcome. And I'd like to wish good luck to all participants and to have a very fruitful and successive discussion today. Thank you very much. Рустам, спасибо. Из этого выступления, наверное, важно нам подчеркнуть, что нам нужно что-то попытаться сделать, чтобы не только экспортировать и импортировать сырье из Канады и Республики Казахстан, а взять курс на потребительские товары и на малый и средний бизнес, который сейчас с каждым из участников показал, что для него сейчас все возможности есть даже в условиях COVID. Спасибо огромное, Рустам. Спасибо. Мы продолжаем дальше и я, если позволите, тогда коротко этот проект, значит, как я сказала, что это не мероприятие, каждое мероприятие сербы, это на самом деле проект, это инициатива с четкими целями, результатами, потому что мы подводим итоги, мы делаем небольшие отчеты и предложения всем нашим партнерам. Так вот, и это мероприятие не исключение. И на слайде посмотрите, проанализировав, в чем именно диаспора, проживающая в Канаде, могла бы быть полезна малым и средним предприятиям, посмотрите, вот они некоторые из ролей. Во-первых, мы потребители, все проживающие здесь, и не только вот этих товаров, которые называются ностальжи, вызывающие ностальгию по родине, мы потребители, может быть, и совершенно новых товаров, и не только народно-художественного промысла, это могут быть и в то же время и услуги, и экспорт услуг, малый и средний бизнес тоже подходит под это направление. Среди диаспоры есть очень много предпринимателей, инвесторов, они, естественно, потенциальные партнеры, они носители, мы по-английски говорим passive knowledge, то информации, которую сложно найти где-то в учебниках или, я не знаю, в интернете, они поделятся этой информацией, если вы их заинтересуете. Серба будет отдавать этому приоритетное направление, а малые и средние предприятия должны заинтересовать своим проектом и показать, смотрите, что будет возможно, и у вас будет шанс сегодня сделать это. Диаспоры это также и высококвалифицированные специалисты, поработавшие или до сих пор работающие на не только крупных канадских компаниях и государственных органах и в других канадских компаниях, поэтому я не говорю об инженерах, да, и аки-специалистах и всякого рода других квалифицированных специалистов, поэтому они ваши советники, они могут быть вашими консультантами, они имеют налаженные связи в индустрии и мы будем призывать их к тому, чтобы делиться этой информацией, этими связями, ну и они бренд-амбассадоры, это направление тоже целого, целая маркетинговая работа, да, когда если мы говорим о поддержании или там развитии, Евгений говорил, белорусских компаний, которые являются национальными компаниями, так вот эти люди и могли бы выполнять функцию и бренда амбассадоров, но это, конечно, нужно планировать и мероприятие строить следующим вот таким вот именно образом. Я также последнее обращу внимание на этот факт. Занимаюсь международным бизнесом, обслуживанием международного бизнеса, так вот уже 12 лет, некоторая статистика как бы становится налицо. Каждый реализуется в экспортных вот именно в малом и среднем бизнесе, реализуется один из четырех проектов или 75 процентов экспортных проектов не реализуются. Это очень большая цифра и на самом деле здесь дело не только и не столько в финансировании этих проектов. Вот некоторые посмотрите вопросы, которые, как мы с вами увидим, могла решить диаспора и только возможно может решить диаспора. Отсутствие легитимного присутствия в зарубежной стране, когда малый и средний бизнес начинает экспортировать этот факт на самом деле, хоть мы и ищем партнерство, но мы ищем партнерство и открываем предприятия совместные с людьми из Канады. Для того, чтобы придать проекту статус и действительно легальное присутствие на рынке Канады, что может открыть возможности их получению финансирования и других льгот, которыми пользуются канадские компании. Поэтому, естественно, это все делается через диаспору и отличные примеры того, как Индия работает с диаспорой. Сколько мы были на мероприятиях в этом плане, это индийская диаспора, которая двигает индийские стартапы. Хороший пример это и африканские страны, которые это направление тоже подняли на высокий уровень. У них проблемы с нелокализованной технологией, это диаспора может подсказать с прототипами или что здесь существует и помочь это сделать в качестве информации даже, например. Что мы видим, это слабая приверженность руководства к экспортному проекту, потому что стран очень много и когда компании пытаются экспортировать то сюда, то туда, этой приверженности она нужна, потому что в этом и заключается экспорт, например, в Канаду, что здесь нужно быть приверженным два года для того, чтобы, возможно, получить первый проект. Неосведомленность о правилах игры на рынке. Да, вот они, маркетинговые исследования, потому что если я не знаю, куда я иду, я не знаю этих правил, я не знаю проблемами, которые живут канадские компании или их перспективы, ну, значит я вслепую работаю. В этом тоже может помочь диаспора. Что мы видим дальше? Ну, это немножко из серии, может быть, ментальности евразийских стран и отличия канадских компаний, что презентуют свои продукции, евразийские компании всегда делают ставку на уникальность ее. На самом деле вот в таких отношениях нужно установить доверие, делать ставку на командную работу, показать, что вам можно доверять, что с вами интересно, что у вас есть потенциал. Все остальное может приложиться без проблем. Ну, коммуникационные сложности, конечно, хотя мы знаем английский язык, знать язык и уметь общаться с носителями языка это совершенно разные вещи, но и диаспора также может помочь и в статусе проекта. Я думаю, этого достаточно вот этих вот причин показать, что экспортный проект это не только финансирование и не столько финансирование, и поэтому вот эти две стороны малый и средний бизнес Евразии и диаспора, проживающая здесь в Канаде, это отличные помощники, которые должны найти себя и мы будем это с вами делать вместе. Хорошо, ну что, я дам слово нашему второму модератору, Яне. Яна представит проделанную работу, Яна интересно готовила свои предприятия, Ассоциация семейного бизнеса Казахстана, Казахстан представляет три компании. Яна, к какому выводу вы пришли, когда вы готовились к этим презентациям? Как вы это делали? Одну-две минуты. Добрый, меня зовут Исакова Яна, я являюсь председателем Координационного совета Ассоциации семейного бизнеса. Наша ассоциация, она объединяет вот такие небольшие компании, то есть то, что, например, для, может быть, Канады и Америки является абсолютно нормальным положением дел или Европы в малом бизнесе, где каждая пятая компания это семейная, у нас на постсоветском пространстве пока этот термин он еще не очень прижился, скажем так. И, конечно, то, что вот сейчас происходит, это очень здорово, потому что есть возможность в том числе и вот таким небольшим компаниям, в том числе и каким-то ремесленническим, очень-очень небольшим, таким не то, что малый бизнес, а такой нано-бизнес, даже можно сказать. Вот, есть возможность найти себе партнеров, выйти на новый уровень и на самом деле поверить в себя. Вот, от Казахстана сегодня мы представляем три компании и могу вам сказать, что это на самом деле это очень небольшой бизнес, но этот бизнес имеет за плечами уже достаточно серьезный бэкграунд. Поэтому, когда мы, но, знаете, вот, Марина, это к вопросу о том, с какими проблемами сталкиваемся, когда я выбирала компании, которые представят на сегодняшней встрече, я пообщалась более с чем с 30 представителями бизнеса. И вот могу вам сказать, что большинство тех, кто, в принципе, были потенциальными участниками сегодняшней встречи, многие из этих людей говорили, Яна, да ты что, нет, я не готов, я вообще, это не мой уровень, представляете, да, то есть к человеку приходишь с конкретным предложением, и он на уровне возможности уже отказывается. Кто-то убеждал меня, что это вообще невозможно, что выйти на экспорт куда-то в другую страну, но это точно не для маленькой казахстанской компании, а кто-то говорил о том, что таких денег у него нет, то есть совершенно точно он не готов вкладывать сумасшедшие резервы, сумасшедшие финансовые вложения в то, чтобы пройти этот путь. Поэтому, Марин, я думаю, что на самом деле придется еще очень много поработать над таким инструментом, который называется предпринимательское мышление, и нам на самом деле придется с компаниями очень много поработать над тем, чтобы они сами поверили в себя. Ну, я надеюсь, что те компании, которые мы вам сегодня представим, они на самом деле вас впечатлят. Спасибо, Яна. Мы с нетерпением будем слушать их презентации. Мы идем ко второй части. Я вижу, что мы уже немножко затянули, но у нас очень интересная беседа, и я не думаю, что это проблема для беспокойства, что мы чуть-чуть проведем больше времени не запланированного. Разрешите мне открыть блок креативной индустрии народно-художественных промыслов и пригласить по-русски не знаю, как это сказать, значит, заместителя-председателя, я думаю, ассоциации Хунарман Азиза Муртазоева. Азиз, пожалуйста. Добрый день. Азиз Муртазоев сидит рядом со мной, но я представлюсь, значит, я являюсь председателем ассоциации Хунарман в переводе с узбекского «ревесенники», который насчитывает более 80 тысяч, которые в Узбекистане заняты в этой СПИД. Это, можно сказать, небольшая цифра, но, учитывая, что за последние три года, которые наш президент вынес свой указ, эта цифра впечатляет. Но мы не бежим за цифрами. Единственное, вот эта площадка, которую вы, Марина, представляющая эту организацию «Серба» значит, серба, извиняюсь, и другие коллеги, во-первых, извиняюсь, что я не поздоровался, мы благодарны вам, что дали такую возможность презентовать народно-прикладное искусство в Узбекистане. Как я выше сказал, у нас значит, более 80 тысяч официальных цифров, а если говорить с помощниками из неофициальной части, то это более 100 и 200 тысяч людей, которые занимаются ремеслом. Если в цифрах все ремесленники Узбекистана освобождены от налогов, то есть занимаются своим ремеслом, дома ли, в своих магазинах, на рынках, они занимаются хендной, то есть практически 100% производят руками. Это, вы знаете, у нас знаменитая Чиканга, Тверганская, это золотошвейные одежда. Кстати, если вы обратили внимание, мы ведем свою трансляцию, скажем, в такого мини-нашему музея, который находится в нашем офисе Ассоциация Хунарман. Кроме того, мы в прошлом году была такая возможность экспортировать продукцию на сумму более 12 и лишних миллионов долларов. Для кого-то это может быть небольшая цифра, но для ремесленников это в принципе нормально, я считаю. Но рынок для Узбекистана, рынок Соединенных Штатов и Канады для нас очень интересен. Мы бы хотели, конечно, в тесном сотрудничестве работать с вашей организацией, с другими организациями, но мы сделаем все возможности со своей стороны, чтобы мы нашли потенциальных партнеров, потенциальных клиентов для продукции ремесленников Узбекистана. это будут торговые дома, прямые договорные наши обязанности, но мы в свою очередь ассоциации, кстати, рядом со мной присутствует компания, которая создана при ассоциации Хунарма, она значит практически мы сегодня имеем возможности открытия многих наших торговых площадок в Европе, но и мы хотели бы, скажем так, в этом году, учитывая, конечно, вот эти условия, связанные с COVID-19, в ближайшем будущем начать прямой диалог, прямые контакты с прямыми нашими партнерами. Но у нас еще и презентация была просто, если вы вкратце мы можем вам презентовать, презентация на английском языке, если вы не возражаете, я на русском вкратце, буквально кратко вам расскажу, что у нас значит по 34 направлениям ремесленческой деятельности ведется деятельность, это уникальные такие значит направления, ковроткачество, чеканка, обработка дерева, ну и так далее, там, ну и так далее. Ну, как я выше сказал, у нас все ремесленники освобождены от налогообложения, имеют около, не около, а 42 льгот и преференции, которые даны для развития ремесленческих местами. И цифра в 12,1 миллион долларов США, которые значит наши ремесленники экспортировали свою продукцию, но здесь в этой цифре сидят не только прямой значит экспортной нашей экспортной продукции, но и продажа продукции на таких туристических объектах, как Самаркан, Бухара, Хива, Шахрисад. Кроме того, мы, значит, как я выше сказал, участвуем во многих инвестиционных, многих других направлениях выставок, где обязательно имеют присутствие наших ремесленников. Каждый год более 20 с лишним наших ремесленников участвуют значит на выставке в Соединенных Штатах в Санта-Фе. В прошлом году 25 наших участников ремесленников продали продукцию на более 560 тысяч долларов США. В этом году, к сожалению, из-за коронавируса это мероприятие отменили, но мы, как говорят, не падаем глухом и надеемся, что эти мероприятия будут в дальнейшем продолжаться. Еще раз хотел бы акцентировать ваше внимание, мы готовы к диалогу и будем, конечно же, выходить на рынок Соединенных Штатов и Канады и благодарны вам, что вы изъявили желание помочь нам в этом нашей этой работе. Спасибо. Да, у нас вторая часть, это как раз будет ваш прямой партнер, это магазин Ля Петит Руси. Алла будет выступать во второй части и мы думаю, вот там у нас будут более, может быть, интересные предложения или вопросы, которые мы будем генерировать, потому что Алла будет озвучивать свое видение магазину по 30 лет, занимается только народно-художественным промыслом реализации стран Евразии и, пожалуйста, я приглашаю вас прямо сейчас не ждать, обмениваться в чате и задавать вопросы. Спасибо огромное. У нас следующий хороший пример, это история успеха, я приглашаю Гульнору Агилову, основателя и руководителя компании Гульнора Арт. Мы были впечатлены результатами компании, во-первых, это женское предпринимательство, во-вторых, компания не маленькая, а большая, вот, и об амбициозных планах этой компании мы хотим узнать, с нетерпением ждем. Гульнора, я приглашаю вас. good morning, good day, good evening everyone, dear participants of this video conference. My name is Jamshit, I represent wonderful miss Гульнора Odilova, sitting right here with me. She's sending her regards to everyone, and if you don't mind, I will also speak in English. Yes, please continue. Thank you. First of all, thank you very much for this wonderful opportunity. This will bring a lot of people together, I think, and create lots of chances to do business and make their dreams come true. very brief information about Gульнора's company, and we apologize due to our own fault. We, on short notice, we couldn't come up with a presentation with the PPT file, so it's going to be orally, verbal presentation, so sorry about that. You are the greatest presentation ever, so just don't worry. Thank you, I appreciate it. We're literally sitting in one of her workshops right now. I can give you a short tour later. So, Gульnora has been in this business, family business, let's say, over 20 years. She was born, actually, in a family of embroiderers, as well, several generations. She learned all of this from her grandmother, and for a while, this particular type, Iraqi embroidery, died out for a while, and she, after long years of search and working on herself, she revived this particular type of embroidery in the town, in the small town of Shafti Sabs, and right after that, she established her own school, and attracted lots of women. She works usually with women, young women. This is a great chance for them to make their living. So, right now, she's working with over 400 people, especially in remote areas, where livelihood is difficult, like not so many chances to work for women. So, a little bit about her portfolio. She has all different kinds of product categories. It's clothing, women's apparel, vests, coats, jackets, and shoes, boots, flats, and more. And then also home accessories, like pillow covers, table runners, and wonderful Suzanneese. With her work over the years, she has participated in all kinds of different international fairs and shows all around the world, Turkey, Russia, China, Korea, the United States, Italy, and most countries in Europe. Especially the U.S. is her biggest market. American people love her work. She has been there for seven consecutive years. In Santa Fe market, in Philadelphia, in New York. And this year, wonderful news, she opened two stores, one in Philadelphia and New York. Her brand store, with one of the other partners from Uzbekistan a different craftsman. Well, for now, it's going very well. But right now, of course, as you know, because of the pandemic situation, the situation is not well, but it opened well. People showed a lot of interest as the products, the artwork she makes is all at the same time very practical, can be used in daily life, very useful. What else? This is just so much inspiring. Can I ask you a question? Does Gulnora speak Russian? Does Gulnora speak Russian? Or should I continue in English? I think English will be better. Okay. So, as I understand, we have Allah right here. Again, I think we would be very much interested to collaborate with you. Do I understand correctly that the main partnership option for you is to collaborate with Uzbek craftsmen in the U.S.? Was it the success of the story of the project? Am I correct? Or it was the craftsmen of America not necessarily Uzbek people Uzbek diaspora? Who were they in the U.S.? No, no, we haven't collaborated with Uzbek craftsmen in the U.S.A. U.S. American retailers are interested in her artwork and then she exports them to the U.S. and American people sell her products. Because this is a mass scale it's a company okay it's not one person project yes now I understand and maybe as an option we could see that Canadians they they love you see to attend workshops and to learn those techniques and I give you 100% that each of them will come to learn this exclusive technique of embroidery and this may generate already be I don't know if not generate but be a part of that trade house okay what we are speaking about here and that we will be pushing this initiative so we could start just with that so again maybe collaborate with retailers and let's speak after that after the project and think what are the next steps for you to start selling in Canada so if you have any questions to Gulnora please ask them and Gulnora if you want to inspire other women that are here from Eurasia is there any advice that you could give to them to just to inspire them it's a good minute now please do that behind behind all this success lies first of all hard work never stop working hard learning working on yourself and creating I should translate in Russian those three words hard work упорная работа но упорная работа не ради работы а с creative yes да вы смотрите есть два способа стать эксклюзивным окей вы начинаете любить то что вы начали чем заниматься вы еще не любили вы ищите способы любить это но наверное в истории Гульнора, она начала со своего хобби и привила эту любовь, да, к компании, к продукции, именно через это, да, и еще один был Жамшица, there was another point, I am forgetting, never stop learning, yes, и никогда мы не перестаем учиться, у всех, да, мы постоянно, каждый день маленькую часть мы должны чему-то научиться, отлично. And one more thing, she has a degree, actually, in international economics, so I believe that has been of great use while promoting all this, this beautiful work all around the world. Yes, so me too, you see, I now want to stop, or at least not stop, but I love my work also, consult and help others grow, okay, but to learn embroidery whenever you have a chance, I'm your first attendant of your workshop. We would love that, we would love that. So thank you very much, and we come back and speak together after. Thank you, Гульнора, we wish you success and good luck. Good luck. Bye-bye. Наш следующий блог посвящен косметике. Я не совсем уверена, Иван Вольский, представляющий российскую компанию Russian Chaga, здесь на связи. Я потеряла его и не было от него ответа в течение двух дней. Иван, если вы здесь, то, пожалуйста, выходите с нами на связь. Окей, хорошо. Следующий наш участник Антон Досевич. Это белорусская компания, компания Vitex. Значит, это индустрия, мы говорим, косметики. Иван, мы слушаем вас. Иван, welcome. Vitex Company. Здравствуйте, меня слышно? Да, замечательно, все слышно. Спасибо, что позволили выступить в таком представительном мероприятии. Я начну немного с истории предприятия. В 1989 году советская компания в Беларуси Белбиткомплект и итальянская компания GVF создали совместное предприятие Белита. Для производства косметической продукции, шампунь, гейзер для душа, крем для ухода за кожей в Республике Беларусь. В 1995 году компания Белбиткомплект выпустила первую косметическую линию Vitex. А в 2000 году Белбиткомплект переименовали в ЗАО Vitex. В 2018 году ЗАО Vitex получил международный стандарт качества производства GMP. Vitex является закрытым акционерным обществом, которое возглавляет более 30 лет генеральный директор Терещенко Виктор Алексеевич. Основной офис производства косметики, склад, испытательная лаборатория находятся в городе Минске. Однако в 40 километрах от Минска, в деревне Теплин, находится основной склад для готовой продукции, а также агрохозяйство ЗАО Vitex. Штат сотрудников ЗАО Vitex насчитывает около 1000 человек. Основной ассортимент нашей продукции – это гели для душа, шампуни, кремы по уходу за кожей. Около 1000 наименований косметической продукции. С самого начала своей деятельности мы вплотную работаем с Эспабелитом. То есть, если дистрибьютор к нам обращается, то он, как правило, должен заключить два экспортных контракта. Отличия между Эспабелитом и ЗАО Vitex есть в ассортименте. Мы оба косметические компании. Например, ЗАО Vitex производит зубные пасты, а Эспабелитом производит профессиональную косметику для салона. Основными рынками, сбитыми ЗАО Vitex, являются Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, а также Европейский Союз. В Латвии, в городе Рига, находится наш торговый дом, который поставляет нашу косметику не только в торговую сеть в Латвии, но и в дистрибьюторах в разные страны Европейского Союза. Основным путем реализации нашей косметики являются фирменные магазины «Мир косметики» под брендом «Белита Vitex». Например, экспорт в 2018 году в составе около 45 миллионов долларов. Касательно экспорта в страны дальнего зарубежья. До недавнего времени самым крупным страной экспорта нашей косметики был Иран. Мы начали работать с ними в 2008 году, и постепенно нарастали обороты. И в 2016 году был пик. Мы отгрузили ЗАО Vitex с продукции на сумму около 3 миллионов долларов. Однако в связи с ограничением иранских властей на импорт косметики, в 2017 году они ограничили, а в 2018 году полностью запретили импорт готовой косметики для развития собственного производства. Второй страной дальнего зарубежья, откуда мы получаем много заявок, является Ирак. У нас уже три года мы работаем с крупной компанией ESB Group. Также для них они в основном специализируются на продуктах по уходу за полусурта. Специально для них мы разработали около, по их заявкам, по их образцам, около 10 наименований с нуля. То есть то, что поставляется только в Ирак, только для них. Специальные упаковки и специальным составом. Также у нас сильный дистрибьютор есть в Египте. Мы начали работать с ним в 2018 году, но правительство Египта, не тарифным методом регулируя, ограничивают импорт косметики. Только вмешательство в 2019 году на уровне президента сняло эту блокировку. И наши бренды Vitex и Belita были зарегистрированы в Египте. Также были поставки, не такие крупные, в дальние зарубежья, в такие страны, как Афганистан, Бахрейн, Вьетнам, США, Палестина и Ордания, Пакистан и Канада. С 2017 года у нас есть поставки в Канаду. Наш дистрибьютор Benedictine Capital Inc. Суммы небольшие, однако канадский рынок нам важен в первую очередь как престижный рынок, наряду с рынком США, Израиля и другими европейскими странами. Одным из препятствий для поставки продукции является упаковка. Вся наша продукция производится в русскоязычной упаковке, так как рынки сбыта – это Беларусь, Россия, то есть бывшие страны СССР. Однако дистрибьютор и по его требованиям рынка упаковка должна быть англо-французской. Французский является вторым языком в Канаде, и обязательно ключевые фразы должны быть переведены на французский. Однако создавать специальную упаковку на большой ассортимент продукции – это довольно затратно. Ни дистрибьютор, ни мы пока не готовы пойти на этот риск и на эти расходы. Еще одним из нюансов поставок косметики в Канаду является требование по оформлению упаковки. Например, то, что в Республике Беларусь считается косметикой, в Канаде считается и косметикой, и лекарством. Например, то есть та косметика, которая содержит слова, например, антибактериальный, например, против перхоти, против выпадения волос, для похудения. То есть эта продукция у нас считается косметической, никаких специальных разрешений, лицензий не нужно. В Канаде для импорта такой продукции нужна специальная лицензия. Вкратце, за три года, что я работаю в Vitex, мы пришли к таким условиям сотрудничества. То есть, во-первых, Vitex работает только с дистрибьюторами, которые сами покупают и продают за свои деньги, косметику реализуют. То есть форма сотрудничества с торговыми агентами, на практике мы рассматриваем такие предложения, но на практике успешных таких реальных случаев не было. Мы работаем только на стопроцентной предоплате, никаких аккредитивов, банковских гарантий. Условия отгрузки только с наших складов, всей Минск, это склад Минск в деревне Тепель, либо мы своим транспортом можем доставить до аэропорта Минск в случае авиаперевозки. Но сразу предупреждаю, авиаперевозка довольно дорогостоящий способ доставки. Эсклюзив на сразу мы не даем, чтобы нам дистрибьютор или заказчик потенциально не обещал. То есть мы смотрим, как он первый год работает реально. Либо мы даем эксклюзив по определенным условиям. То есть за три месяца, за месяц, за год дистрибьютор должен купить косметику на такую-то сумму. Если нет, он лишается эксклюзивного права. Еще является одним из особенностей Беларуси строгое валютное законодательство. Поэтому мы требуем с наших дистрибьюторов довольно много документов учредительных, банковских, учетный номер налогоплательщика, потому что для заключения и правильного оформления внешнеэкономической сделки. Как правило, мы поставляем у нас продукцию в упаковке русскоязычной, поэтому мы предлагаем нашим дистрибьюторам на выбор. Либо вы берете русскоязычную упаковку, либо русскоязычную, но со стекером, например, на английском языке, либо на языке вашей страны, либо упаковка под заказ. Но это довольно дорогостоящее, потому что минимальный заказ одного наименования является 10 тысяч штук в специальной упаковке. Его цена выше. Так, ну, как я уже сказал, для ESB Group мы разработали с нуля, то есть можем разрабатывать под клиента косметическую продукцию, например, с фармацевтическим уклоном. То есть это косметика, но какие-то черты у нее, может быть, лекарственные. В целом все. Спасибо большое. Антон, интересно вот эти вот два направления. Я сразу начну с последнего, чтобы заказать под заказ. Может быть, стоит передать технологию сюда канадской какой-нибудь фармацевтической компании, открыть ESP, разные совершенно формы. А как электронная коммерция для того, чтобы компания решится упаковывать в англоязычной упаковке? Может быть, как с электронной коммерцией, чтобы вы поддерживали дистрибьюторов и заодно сами продвигали свой бренд, а не полагались только лишь на дистрибьютора? И вопрос еще, как диаспора какую может сыграть работу? Вот это три вопроса, которые бы мне хотелось задать. И, пожалуйста, Яна, Евгений, и у нас есть дистрибьюторы. Пожалуйста, у вас есть желание выступить, что-то посоветовать? Это политика компании. То есть, с того момента, как я пришел, мне очертили те условия, кого мы должны искать. Дистрибьютор – это человек, который, компания, берет на себя риски. То есть, она покупает товар только на условиях предоплаты. То есть, она знает, что делают. Она находится в этом рынке. Она знает, как выйти на торговые сети. В этом есть, конечно, и проблема. Очень много вопросов ложится на плечи дистрибьютора. Мы идем на уступки. Если мы видим, что дистрибьютор работает, старается, но есть вот проблема. То есть, в рамках рекламы, если дистрибьютор к нам обращается, мы ему помогаем. Но для этого нужно поработать, показать. Касательно торговли, например, в онлайн-площадках, опять же, мы знаем, что наш дистрибьютор в Канаде, он пытается продвигать себя через eBay, Amazon. То есть, это скорее носит рекламный характер. Реальные поставки, которыми мы заинтересованы, как завод, это крупный опт. Маленькие поставки, крупный опт могут обеспечить только торговые сети. Но торговые сети везде имеют очень жесткий порог вхождения. То есть, очень жесткие штрафы за недопоставку, срыв поставки. Ну, к сожалению, мы пока пришли к методу эволюционному. То есть, мы пытаемся сотрудничать со всеми. То есть, даже если это отгрузка на 100 долларов, даже если это одна транс, чуть-чуть совсем, мы все на это идем. И это, как бы, для нас форма рекламы. Нет лучшей рекламы, чем реальные поставки. То есть, дистрибьютор получает товар, он может его взять, пощупать и идти к нему в торговую сеть. Показывать, может отдать бесплатно для получения отзывов. И постепенно, то есть, вот как с Ираном мы начинали работать. Начали работать с 2008 года. Поставки начались только в 2011. Пик поставок был в 2016. А в 2017-2018 все свернулось. То есть, видно, что для того, чтобы перейти на крупный опт, нужно, ну, скажем, 10 лет. То есть, вот по нашему опыту. Спасибо. Да, Денис, мы видим, что вот именно эта индустрия, она предполагает общение производителя с конечным потребителем канадским. Дистрибьюторы, вот опять, обслуживая вот эти вот проекты, что мы видим, канадский дистрибьютор, пусть даже если он специализируется в этом направлении, бренд неизвестен. Что с этим делать? Ваша помощь здесь абсолютно нужна. И вот что мы видим, нужно искать возможности, ну, опять, из других опытов Канада далеко, передавать технологию, открывать СП и заниматься вот этим целым направлением. Либо, значит, поддерживать всю маркетинговую компанию, которую обычно, да, компании национальные полагают на плечи дистрибьюторов, да, это должно быть сделано. И смотрите, наша диаспора — это ваши бренд-амбассадоры, вот, они могут быть здесь, быть вашими помощниками. Нужны какие-то, да, нестандартные решения, и мы начинаем двигать не только, да, товары, начинаем двигать людей, вот, и идти, да, искать стратегии развития. Если у кого-то есть вопросы, Антон, очень интересно, и, ну, вот мы очеркили несколько направлений, Евгений, если у вас что-то есть, вот, сказать, ваши предложения компании, вот, что вы видите? Знаете, таких громких предложений у меня нет, но в то же время хочу сказать, да, спасибо большое за презентацию. Вот именно в таких презентациях, как представляется, есть смысл проведения конференции, там, где вопросы ставятся системные, и вот поиск преодоления этих вопросов должен быть в фокусе таких мероприятий. Поэтому спасибо большое, Антон, очень интересная презентация. Проблемы, в принципе, известны, но наши мероприятия, они для того и существуют, чтобы искать поиск решений. Через ассоциацию мы можем делать закупочные миссии, вот, потому что у нас есть возможность связаться с этим дистрибьютором, у нас есть инструмент Диаспора, который мог бы, опять, в маркетинговых целях помочь, вот, и мы тоже сделаем предложение, Евгений, вам и компании, как это нам сделать. Будем ждать предложение. Как это нам сделать, действительно. Антон, действительно, спасибо за честное, да, и вот такое вот обстоятельное вопросы, замечательно, большая польза от этого. И мы поговорим, Антон, после презентации мы, естественно, с вами свяжемся. Хорошо, мы идем дальше. Ольга Кайгородова, теперь Республика Казахстан, имеет возможность проявить себя. Значит, компания «Энергия жизни». Это будет очень специальное, очень особое выступление, I'm sure. So, this is a Kazakh company, «Энергия жизни», I think it will be inspiring and creative as well. So, Ольга, Ольга Кайгородова will be speaking. Я не знаю, это Ольга. А, Яна показывает презентацию. Что-то у нас техническая проблема? Нет, нет, все нормально, я просто сейчас все видно, да? Да, хорошо. И Оля, Оля, включайте микрофон, и мы вас ждем. Оля, по-моему, была здесь. Ольга, да, Ольга была здесь, совершенно точно. Да. Так, Оля, включайте микрофон. Здравствуйте. Вот, замечательно. Меня слышно? Да, Оль, все хорошо, слышно. Спасибо большое. Здравствуйте всем. Я хочу вам представить совсем небольшую компанию. Компания называется «Энергия жизни». Что такое «Энергия жизни»? Это семейная мастерская по производству натуральной косметики и целебной продукции, ручной работы. Кто мы? Мы – это семьяка Игородовых, Ольга и Андрей, живущие в своем поместье, в небольшом поселке в Горном ущелье. И семья Каданцевых, помогающая нам организовать связь с клиентами путем оформления и контроля работы сайта, компаний и страничек в социальных сетях. В нашем ассортименте только средства, сделанные вручную из натуральных ингредиентов. Это крема, уходовые целебные линии, целебные мази на основе мацератов, алтайских трав и редких растений, в том числе эндермиков, натуральные мыло на травах, лосьонные гидролаты, маски, скрабы, шампуни и средства для умывания. Наши потребители – это девушки, женщины-хозяйки, ведущие активный здоровый образ жизни, отдающие предпочтение в использовании для себя и своей семьи натуральных, живых, целебных и косметических продуктов без СЛС, парабенов, красителей и прочей химии. Основными ценностями продукции энергии жизни являются ее высокое качество, целебные свойства любого продукта, натуральная польза природных трав и компонентов продукции, членов, вузка, эфирных масел, отваров трав, гидролатов, чайных травных сборов и вытяжек. Одной из основных ключевых ценностей является индивидуальный подход к потребностям клиента и учет его физиологических особенностей. Это аллергенность, проблемы со здоровьем кожи, индивидуальный подбор компонентов и сбор продукта персонально для каждого клиента. Основная задача нашей продукции – это сделать здоровым и цельным ваш организм. Ведь только природа может по-настоящему вылечить и исправить любые проблемы. От нездоровья тела до проблем психологических и душевных. Именно поэтому всех наших постоянных клиентов мы знаем не только по имени. У нас складываются близкие доверительные отношения, которые очень часто перерастают из отношений клиент-поставщик в отношения дружбы. И здесь всегда приходит на помощь еще одно наше направление. Мы уверены, что слово можно исцелить и покалечить. И если грамотно его использовать, оно может творить чудеса. Поэтому мы никогда не жалеем времени на личное общение с нашими клиентами. Именно поэтому травы, собранные нами, уникальны. Мы их делаем в нужное время и всегда в хорошее настроение, с благодарностью к Матушке Земле и словами, помогающими сохранить и приумножить силу каждого цветка. Это очень сложно объяснить словом, но это сразу, мгновенно чувствуется в каждой баночке и пачке чая. То самое тепло и любовь, которые называются энергия жизни. Основным каналом реализации и продвижения нашей продукции являются социальные сети, страничка в Инстаграм и свой веб-сайт. Мы работаем через социальные сети, индивидуально контактируясь с каждым клиентом, помогая сориентироваться в подборе средств, с получением и поддержкой обратной связи. Основные потребители продукции – это клиенты из Казахстана и России. Немного о порядке нашей работы. Изготовление продукции осуществляется непосредственно после получения заказа. Сроки годности к хранению любого товара не превышают одного года. Для кремов, шампуня и других товаров с водной газой это срок всего 6 месяцев. Большая часть товара предназначена для хранения в холодильнике. Именно поэтому реализация через розничную сеть нами, к сожалению, не осуществляется. Эта особенность решается. Мы обычно постоянным покупателям высылаем набор пробников, и уже после того, как клиент попробовали продукцию, они заказывают тот или иной продукт, зная направление его действия и эффект. Доставка товара осуществляется курьерами и логистическими компаниями. Мы работаем только с личными заказами на основе установленной фиксированной цены на продукцию. При этом практически ежемесячно нами проводятся акции и розыгрыши не только товаров нашей линейки, но и натуральных камней горного Алтая, оберегов ручной работы, травных взгоров индивидуального направления и многого другого. Основные расходы – это расходы на сырье, упаковочную тару и заработная плата. Наша география, там есть ссылочка, очень обширна. И несмотря на пятилетний стаж нашей компании, наша продукция побывала во многих странах. Это и практически все уголки России, и Германия, и Турция, и Индия. А в 2018 году «Энергия жизни» была спонсором большой серии мастер-классов «Паломоложение лица» в Нью-Йорке, где наш уникальный лесной крем и элитное мыло показали себя самой лучшей стороны и заслужили признание. Ключевые ресурсы сырьевые – это сырье для производства продукции. Травы горного Алтая, собственного ручного сбора, продукты пчеловодства – это мед, прополис, пыльца цветочная, воск, пчелины, натуральные эфирные базовые масла, основы для мыла и шампуни, и собственноручно изготовлены экстракты и гидролатый трав. Все продукты сделаны на основе трав, собранных нами вручную, без использования технических средств и наемных работников. Все масла, основы для мыла и шампуни, эфирные масла закупаются у проверенных поставщиков, имеют химические анализы и вертикаты качества продукции. Вот они сейчас есть на экране. Человеческие ресурсы – это наши ручки и наша энергия. Никаких наемных работников у нас нет, и привлечение их не планируется, как и автоматизация производства. Именно поэтому количество и качество товара всегда ограничено. Энергия жизни – это не только производство натуральной косметики и целебной продукции ручной работы. Это главный идейный вдохновитель и генеральный спонсор мероприятий, связанных с возрождением славянских традиций, организацией проведения праздников, мастер-классов и прочих мероприятий от небольших до мероприятий областного масштаба. Данная деятельность поддерживается как на уровне государства, так и на уровне межгосударственных соглашений о сохранении этнических традиций со стороны России. Я надеюсь, что я уложилась. Спасибо всем огромное за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Яна, можно я начну? Конечно. Я знаю, что у вас будет хороший вопрос. Посмотрите, как мы с вами увидели выбор. Компания Vitex, которая крупно масштабирует бизнес. Когда у компании есть объемы, но потеряна связь с потребителем, и мы видим малый и средний бизнес, когда связь с потребителем, вот она такая близкая, и выбор в пользу масштабирования бизнеса, возможно, не будет сделан. Решение вот этим двум компаниям у нас тоже есть. Если Республика Узбекистана начала говорить о торговом доме, то мы как минимум видим в условиях коронавируса, у нас должен быть создан сайт электронной коммерции между Евразией и Канадой. И у нас даже есть потенциальный партнер, который... Валерий Иванович мне подскажет, Генкомсульство Российской Федерации, канадская компания, которая в электронной коммерции занимается. Валерий Иванович, они могут стать нашими партнерами. Ну и, конечно, фестивали канадцы очень любят. Оля, о чем вы сейчас сказали? Это канадцы, вот, и все фестивали вот такого народного плана... Они к нам приезжали канадцы, им очень понравилось. И в Отавии, и в Монреале. Ну и, конечно, Алла, она тоже вам даст какие-то рекомендации, вот как это делать. И со своей стороны серба готова обслуживать бизнес-миссии, вот такого культурного плана. Но это должно быть как-то сгенерировано, потому что по всем провинциям в одном месте и по всем странам Евразии. Потому что если мы будем идти в одиночку, это не даст вот такого эффекта. Яна, пожалуйста, на что еще мы можем обратить внимание? Я думаю, что на самом деле у продукции Ольги есть очень хороший потенциал. И вот здесь, да, Марин, с точки зрения работы с Ольгой, здесь на самом деле ей нужен хороший куратор, который бы смог ее продукцию представлять, может быть, точно таким же партнером небольшим. То есть вы правильно отметили, что в противовес белорусской компании ее продукция, выпуск ее продукции очень ограничен. Это эксклюзив, и это на самом деле очень маленькие партии. Поэтому здесь должны быть очень точечные какие-то такие вот партнерства, которые бы в том числе были долгосрочными. Да, совершенно верно. И если мы понимаем, что у нас будет такой торговый дом, сайт электронной коммерции, маркетинговый инструмент, опять, это диаспора. Здесь могут уживаться и крупные компании Vitex, и маленький частный бизнес, потому что они будут, это бренды, это бренды страны, и у нас будут вот эти все маркетинговые инструменты. Серба занимается бизнес-миссиями, Серба, значит, мэчмейкинг делает, да, сводит стороны. Вот у нас есть партнеры из диаспоры, поэтому потенциал виден, и этим нужно заниматься завтра. Спасибо, Оля. Мы переходим к нашей следующей индустрии, это детские игрушки. Это направление «Открой Беларусь». Я приглашаю Светлану Кивака. So, Светлана Кивака, please come. This is Belarus, now we'll be speaking. Светлана is an international sales manager at Polesia. This is another country brand of Belarus. And, Светлана, if you give a presentation in a way that will be opening ways of future collaboration, so what you see from all the discussions, this is a good moment to do now. Светлана, please, welcome. Hello, everyone. I would like to introduce our company, Polesia. This is a group of companies, international companies, and one of the largest manufacturers of plastic toys in Europe. Our company was founded in 1998 in Coburn, Belarus. And now we have manufacturing and distribution facilities in Belarus, Russia, Turkey, Germany, Poland and Uzbekistan. You can see all of the manufacturing facilities in this map. We have over 4,000 different toys, including educational toys, vehicles, rattles, dolls and other toys. And also, we're very focused on licensed brands like Disney, Marvel, Smurfs and other different brands. Also, we purchase some famous European brands like Vada Quality Toys, which used to be a very famous German toy maker company, Coloma Impostor, Cavalina, Palau. And also, we collaborate with Malta Company, which is a Spanish company, very famous worldwide. One of the very important instruments of sales in our company is toy shows and exhibitions. And every season, we travel to exhibit our toys worldwide. One of the biggest is in Nuremberg, Hong Kong, Moscow, Tokyo. And this year, we plan to take part in an international toy fair in Istanbul. Our international sales is very big enough. It's around 73 countries worldwide, including Canada. Unfortunately, it's not so big for us at the moment, but we hope it will grow in the future. Also, at the moment, we are building a new factory in Belarus for our production department, and we plan to finish it this year. At this moment, we have 240 people working in the construction department, which is exactly building this factory for us, and all 40 units of construction machinery, which belongs to our company as well. This is a short scheme of our company structure and quality management in our company. And our company accredited with ISO 9001. Also, for all European countries, we use a special certification safety standards, which is called EN71. And for USA and Canada, we have other safety standards, ASTM, which we also have for some of our products, which we export to Canada. Our production shop includes work 24 hours a day, seven days a week, so it's non-stop production. And we have over 2,000 sets of molds to manufacture our toys. We use modern equipment of European leading manufacturers like Engel, Arberg, and other European companies. So, in this scheme, you can see manufacturing capacity of our company during all the years. Assembly departments is one of the largest structural units in our company. A full-time team of more than 1,400 people operates every day, except for weekends. And every day we produce over 80,000 different toys and supply to our customers. In general, we have in Belarus more than 3,000 people working at our company. Tooling workshop is also a very important part of our job because we manufacture molds by ourselves as well to manufacture new toys. And also, we have a very modern equipment. We use very high-quality raw materials and colorants to manufacture our toys. Most raw materials we use is polystyrene, polypropylene, polystyrene, and ABS. We also have our own transport and logistic departments. We have 120 trucks to deliver our toys to clients in Russia and Europe. To the clients in other countries, we normally use sea freight. We have a port in Lithuania, Klaipida, and we ship a lot of them by sea. Also to Canada. We have, as I mentioned at the beginning of our presentation, we have companies based in different countries, not only Belarus. For example, in 2019, we opened a factory in the Russian Federation in Dmitry Gorat. Now it has 110 personnel working in this company and we hope to increase this quantity till the end of the year. Also we have a company in Turkey which was open in June 2019 in the city Sinop. And at the moment 150 people working in this company. The company which based is in Uzbekistan. We started to put machines and equipment in December to size of 2019 and now we're working on the opening of production in Uzbekistan. Also we have a company in Poland which has helped us to make distribution in Poland and in other countries of Europe. and in Germany we have also a company which is mostly make distribution in Germany and Austria and Switzerland. This is the context of our companies. And I want to explain a little bit why we decided to open manufacturing facilities in different countries. sometimes some toys to make transportation of some toys it takes a lot of money so it's easier to have production in different parts of the world so you can make shorter time of transportation and it makes your products cheaper. great idea Svetlana so maybe in Canada we are opening another facility but there is a question Canadians are those people that are ready to pay huge money unless they know that you're ecological how is about that? Do you have any solutions already coming after the COVID this? well it depends on what it will be a movement I'm sure in Canada yes please Svetlana yeah I know that Canada is very interesting in wooden toys especially and they like ecological movements but it's like how you look at ecology because we use very good quality materials which is not so bad for ecology if you use bad materials because it have bad influence to nature and also if you make wooden toys if you think it also makes some bad damage to nature because you cut a lot of trees to make these toys so it's a very tricky question and sometimes people green washing they put a lot of ecological labels on those products they manufacture but actually not so ecological at all are there any other suggestions you would give to your management team to your board of directors that you were never able to express say us whisper we won't tell them but it will give us ideas what to do next to help you as a manager you know what suggestions would you give what proposals would you make please I think we have a pretty good policy in export exportation and I think we use a very important instrument we take part in a lot of different toy fairs and we look to looking for a big distributors it's similar to the way to the model of working of Vitex company because we also look for big distributors and it's more convenient to them to work with small shops in their countries of course in Belarus and Russia we have different model of business because in Belarus we have a lot of small companies we work with and in Russia the same but in countries like Canada and other different countries we export to it's easier for us to have a big distributor because he knows this local rules he knows the market and it's easier for him to express our toys and present them to their market yes Yetana last question for you how do you see diaspora can be of help to you do you already started to have some ideas of course we already mentioned we will try to launch this Eurasian e-commerce website okay in English but do you have any other ideas so far new ones well it's different on if someone from this diaspora have interest in our products and would like to operate of course it will be interesting for us as well okay so we will be thinking together and I'm sure Evgeny already has some ideas so it's all up to us we are making all this happen happening thank you very much Svetlana okay so we speak later after this event I'm now pleased to invite a company from Russia this is actually the first one so far okay so he is director maybe Oleg I'm not I don't have a list right now so please impress us these are wooden toys from Siberia but this presentation will be in Russian okay so Pavel and Oleg Oleg пожалуйста добрый день коллеги вечер утро у кого что для начала я хотел бы немного рассказать о том как наша компания появилась потому что информация очень важна для понимания как мы хотим вести бизнес и как мы видим своих партнеров в частности опять же если это касается диаспоры канадской то есть какая у нас политика по работе с нашими партнерами для развития бизнеса в частности других странах основной наш девиз описан высказыванием Генри Форда тот кто сможет дать потребителю лучше качества наиболее низкие по наиболее низким ценам непременно станет по главе индустрии неважно какая индустрия мы открылись как раз в то время когда собственно очень сильно обрушился рубль и мы поняли что мы можем конкурировать китайской продукцией мы вошли в кризис и в этот кризис как раз был наш основной подъем зашли мы как ракеты собственно нас никто не знал на третий месяц нашего открытия мы уже были в федеральной сети детский мир по всей России все были в шоке на рынке как бы как-то кто такие вообще и именно благодаря ценностям которые у нас компании изначально нами основателями были заложены сделать очень качественно и очень дешево мы смогли конкурировать с китайским ассортиментом и собственно после того как мы вышли на рынок начали появляться еще подобные компании которые посмотрев на наш пример решили что они тоже могут пропускать подобные игрушки и в принципе практически прекратился импорт подобной продукции из Китая наверное благодаря нам что еще хотел бы сказать то есть в принципе на рынке мы работаем не так давно но на данный момент мы можем выпускать до 6000 игрушек в сутки при этом загрузка производства сейчас не полная начинали мы работать 24 на 7 постепенно мы модернизировали оборудование внедряли системы которые позволяли нам выпускать эффективней в частности бережливое производство в мною так как я занимаюсь производством с 2006 года различных товаров на собственном опыте прошел все вот эти вот этапы бережливого производства столь популярного сейчас и внедрив все эти системы мы добились того что стали выпускать в 10 раз больше задействовав при этом в 2 раза меньше сил сегодня у нас выручка порядка 120 миллионов в год каждый год мы прибавляем практически в 2 раза по своим оборотам на сегодня мы представлены в большинстве сетей россии и во всех онлайн самых известных онлайн площадках россии продукция распространяется хорошо дистрибьюция хорошо отлажена среди нашей продукции есть как допустим общеизвестные рамки вкладки да вот это продукция из фанеры деревянные игрушки из березы фанер развивающие рамки вкладки в принципе на рынке были давно они всем известны тем кто воспитывал маленьких детей да и заботился их развитие это то с чего мы начинали вот дальше мы начали разрабатывать вещи которые в принципе слабо представлены на рынке или не были представлены совсем в частности бези борды мы довели прямо до уровня такого что в принципе аналогов в мире нету китайцы пытаются уже больше года сделать подобную продукцию но к нашему счастью у них не получается сделать так же дешево так же качественно так же интересно у нас есть свое дело разработки которые непрерывно трудятся над новыми образцами над новой продукции разрабатывают рисуют придумывают в чем основной интерес что по одному бези борду можно пример в частности я строитель называется можно ребенку рассказать как строится дом полностью он познает трогает кроме развития традиционной моторики принятые развивающих деревянных игрушек ребенок может познавать мир причем сделать это интересно лабиринты лабиринты я думаю известны всем детям советского периода игрушки были я мечтал такую иметь но не мог все моя семья не могла позволить покупать новую игрушку для меня поэтому когда я открыл свою фабрику я реализовал свою мечту и пустил ее в массы просто в очень бюджетном варианте игрушки очень дешевые очень качественные в принципе любая семья в России может позволить себе купить такую игрушку я знаю точно но сегодня в России более тысячи населенных пунктов где наша продукция представлена где покупают где она радует детей и родители потому что они экономят свой бюджет и развивают собственно своих детей и именно вот это больше всего доставляет мне как основателю как руководителю компании удовольствие потому что я работаю не для того чтобы заработать бешеную прибыль наценка у нас очень маленькая на всю продукцию мне просто приятно делать приятно я получаю удовольствие от того что действительно знаю что миллионы детей хорошо развиваются дети родители не тратят большое количество денег на их развитие и все довольны и я тоже доволен интересная продукция также в нашем ассортименте геоборды в принципе со всем ассортиментом у нас на сейчас порядка 500 скаю можно ознакомиться на нашем сайте и наверное почему мы решили заниматься экспортом хотел бы еще рассказать ну как как и сказал в России мы представляем достаточно хорошо я не думаю что только дети России достойны того чтобы играть дешевыми качественными игрушками и в принципе хотел бы выйти на мировой уровень работать по всем странам мира я человек очень амбициозный планы у меня амбициозные и поэтому мы сейчас ищем партнеров в разных странах в частности большой проект сейчас у нас ведется по США есть дистрибьюторы из Японии очень заинтересованные ну и конечно страны Европы потому что в странах Европы в частности Германия Австрия там в принципе культ деревянной игрушки он как таковой традиционный многовековой им очень нравится в частности наши игрушки и поэтому сейчас мы рассматриваем возможности открытия совместных предприятий в основном самое интересное для меня открытие совместных предприятий чтобы производить непосредственно в стране где мы собираемся эту продукцию распространять потому что масштабы должны быть сразу сетей то есть в принципе весь наш бизнес рассчитан на сетевые магазины в России мы начали с детского мира потом больше пошли в формат продуктовые магазины магазины у дома гипермаркеты и так далее и как показал нынешний кризис это оказалось очень хорошей стратегией потому что продуктовые магазины работают там есть наши игрушки мы продолжаем работать отгружать никаких просадок каких-либо проблем мы в принципе не испытываем потому что стратегия изначально была правильной эту же стратегию я хочу развивать и со своими партнерами в разных странах мира ну и естественно дистрибуция по экспорту тоже интересно то есть если есть люди которым будет интересно представлять нас в частности в Канаде я буду очень рад познакомиться пообщаться найти точки соприкосновения ну и как я уже сказал это будет очень хороший бизнес потому что наша продукция и по качеству и по цене оставляет Китай позади то есть мы в России добились именно вот этого уровня когда в принципе Китай перестал быть ведущим ведущей экономикой ну и в принципе сейчас кризис общемировой он показывает что в принципе Китай не всегда может поставлять продукцию я так понимаю в Германии уже точно у меня есть информация я недавно вел беседу с немецкими своими коллегами что сейчас у них правительство очень много денег вкладывает в открытие собственных производств собственных предприятий чтобы больше не попадать в такой вот поставки когда просто перекрылись все поставки и как бы и что делать а сами мы производить не можем вот собственно это еще один аргумент к тому чтобы открывать совместные предприятия в разных странах потому что в принципе под это сейчас можно получать неплохое финансирование от государства собственно о компании основное что я хотел бы сказать если есть какие-то вопросы я на них естественно с удовольствием отвечу Олег я слышала от Павла что идет сотрудничество по разработке приложения 3D моделирование или трехмерное пространство трехмерное пространство как мы это говорим по-русски вот это тоже об этом сказать технология сама если вы будете открывать SP и войдете в SP этой технологии она сколько оценивается она дорогая если ее купить сама по себе технология дополнена реальностью у нас здесь даже в чате мы уже начали переписываться есть коллеги с Якутии кто занимается собственно этим в принципе это очень интересная тема в нашем в нашей продукции это может добавить наценку от 100% ну до процентов 30 в зависимости от того что игрушки если в российских рублях то что у нас на полке да на полке наша продукция стоит от 50 рублей до трех с половиной тысяч примерно то есть ну разные ценовые категории продукции есть поэтому на дорогой продукции это будет ну примерно там 20% на более дешевую которая занимает основной ассортимент то есть порядка 200-300 рублей уже на полке в супермаркете продукция там естественно будет достаточно большое удорожание давайте порядка там 200 рублей где-то будет мы вот недавно как раз расчеты проводили 200 рублей на цену за счет вот этой дополненной реальнии вот поэтому мы пока думаем да в какие игрушки это делать потому что ну еще раз повторюсь да основная стратегия нашей компании это сделать товары доступные для любой семьи чтобы семья с любым бюджетом ну это вот российская стратегия могла себе позволить потому что мы все знают за что уровень жизни у нас в России сейчас очень-очень низкий ну хотелось бы как-то помочь нашим согражданам да в том чтобы как-то сэкономить их бюджет Олег еще одна идея приходит в голову опробовали ли вы продавать то есть отказаться от Kimber Group и сотрудничать с вот этими торговыми марками персонажей до детей или с Машей и Медведь я не знаю это российский аналог или здесь с Дорой дистрибьюторы канадские бы очень это полюбили потому что вся эта проблема всегда в маркетинге а пожалуйста приклейте Дору придется конечно поделиться у нас есть действующие сейчас лицензии собственно от Nickelodeon да это общеизвестные мировые бренды смешарики российская лицензия но для России они не показали результатов в частности в наших продуктах опять же потому что расчет идет именно на бюджетные игрушки вот и когда просто на полке лежит наша игрушка с функционалом с очень хорошим и рядом такая же игрушка с этим же функционалом только с лицензией они просто не продавались то есть в нашем случае лицензии абсолютно провальные в России мы отказываемся от каких-либо лицензий в Европе в Штатах там в Канаде да где достаток у людей побольше уровень жизни повыше да в принципе это имеет место быть и у нас есть опыт этой работы с тем же Nickelodeon мы можем вполне сотрудничать в принципе я не вижу проблем работы вообще ни с такими брендами хорошо если отправляться в поиски для вас партнера кто этот самый идеальный партнер который бы купил вашу технологию и производил из канадского леса нет не купил технологию начнем с этого то есть в принципе это совместное производство да а вы будете да от нас именно технологичность производства да все технологии опять же бережливое производство на этом я собаку съел вот именно на оттачивание потому что мы начинали производить первые месяцы когда мы начали грузить детский мир у нас было порядка 85 сотрудников мы производили продукции на 3 миллионы работали круглосуточно 24 на 7 сейчас мы производим на 12 миллионов имеем все те же 85 сотрудников и работаем только в дневную смену то есть вот налицо да прогресс именно в технологическом процессе технологическом в оптимизации всех процессов именно вот этим мы интересны инвесторам из других других стран потому что в принципе технология абсолютно готова она абсолютно отработанная мы понимаем куда идти что производить что будет интересно ну и как-то сделать по хорошей цене хорошо искать вам партнеров где кто это это могут быть просто инвесторы кому будет интересно вложить в бизнес открыть фабрику собственно дистрибуции но желательно конечно чтобы у него были контакты по FMCG то есть вот по примеру как с Россией когда мы зашли в детский мир на третий месяц открыть наши работы потом у нас спрашивают да кто-то а кто вы такие мы вас не знаем ни разу не слышали а кто вы ну что вообще может нам предложить мы уже в детском мире а ну тогда ладно все давайте высылайте прайс высылайте коммерческое предложение и будем работать то есть стратегия вот эта она очень хороша то есть если мы заходим в Германию у нас сейчас ведутся переговоры с Алди активно да это одна из крупнейших европейских сетей да тоже дискаунтеров то есть после того как мы к ним зайдем в принципе вопросов у других магазинов сетей и дистрибьюторов сникать не будет а кто вы такие мы вас не знаем вот зайдите в магазин в самый известный да вы там увидите и тогда поймете что у нас отработана логистика у нас хорошая цена качество все сертификации у нас и все есть то есть мы клиентам показываем практику да кто мы такие что у нас в принципе все рабочие процессы они отработаны также и я думаю в Канаде то есть надо начинать с такого магазина в такой-то сети и постепенно по всему рынку распространять уже географически или допустим какое-то производство кто уже занимается игрушками в Канаде да можно это вместе объединить наверное к слову все это естественно можно сделать и мы обязательно это сделаем и так слову сказать что Павел но это не был подкуп он мне отправил ваш бизи-борд и моя внучка да с ним и эта причина почему она приходит меня повидать чтобы поиграть с бизи-бордом вот поэтому я тоже подтверждаю как это увлекательно и завораживает ребенка спасибо огромное мы очень любим дарить игрушки то есть у нас в Европе было подобное да мы когда в бизнес-миссии были я подарил бизи-борд госпожа министру по экономике австрийской мне пришло официальное письмо на бланк министерства с благодарностью как ее дочка довольна и так далее наши товары они говорят сами за себя поэтому мы до сих пор не вложили денег в маркетинг от слова совсем мы не платим за рекламу ни за какую мы нигде никак не раскручиваемся наши товары распространяются сами потому что у них отличное качество красивое исполнение дешевая цена это залог успеха у нас здесь есть в Монреале парк и одним из самых лучших аттракционов это сибирские горки они так и называются поэтому Сибирь в Канаде известна и сибирские лесы об этом нужно будет говорить мы с вами вернемся к обсуждению и подумаем с Валерием Ивановичем торгпредом Российской Федерации здесь в Канаде что мы можем сделать или в рамках вот этого сайта который мы будем эту инициативу поддерживать и смотреть кто и как ее будет делать для евразийских компаний ну и ваших партнеров тоже поэтому спасибо огромное и конечно у нас двух предложений по открытию совместных предприятий в Канаде конечно мы будем работать спасибо мы идем дальше Республика Казахстан значит By Travel собственник компании By Travel Нурлан Байтиманов это тоже мы еще работаем по индустрии детских игрушек и Нурлан нам предложит свое видение как он видит возможности роста своей компании с кем он хочет быть партнером куда ли он экспортирует и как он видит возможности сотрудничества с Диаспорой и с Сербой тоже видно мой экран да да сейчас будет видно загружается загружается Нурлан да можно начинать говорить все видим значит я значит начал продажи вообще компанию я образовал в 2017 году а продажи начались только в 2018 году бренд называется For Angels это детский пластиковый конструктор то есть у меня я начал только с одного с одной продукты и больше ничего не производил вот сейчас видно да все видно да все хорошо видно а сейчас у меня где-то десят наименований продукции есть в моем каталоге продажи у меня идут это через Азахстан и через Россию только пока две страны сейчас у меня еще заключается договор с Украиной мы будем работать с Украиной вот где-то на следующей неделе отгрузка будет на Украину а значит в России у нас продажа пять стран таможенного союза Казахстан Россия Беларусь Кыргызстан и Армения вот я хотел показать сейчас на камере видно все хорошо все хорошо вот пластиковая продукция пластик очень высокого качества такого качества что дети могут без проблем его грызть пластик игрушку дети все равно будут грызть и все равно будут играть вот значит у нас две упаковки есть есть вот такой пластиковая сетка и картонная коробка пластиковая сетка это в общем-то эконом вариант низкая себестоимость и удобно то что для людей это можно продавать через интернет магазины и безопасно в том что дети если один мешок на голову то не задохнуться а вот такой вот картонный вариант он очень удобен для розничных магазинов вот значит в конструкторе есть пять элементов это вот квадраты колюсики всего лишь пять элементов но фишка в чем в том что из этого из одного набора вот если вы сейчас посмотрите как выглядит набор вот так вот выглядит набор вот из этого одного набора можно сделать 500 поделок представляете этот один набор он заменяет 500 игрушек это фактически что-то человек покупая один набор он сразу покупает 500 игрушек то есть это можно сделать очень огромное количество различных поделок ну конечно это не сразу а это делается ребенок делает собирает разбирает другое делает собирает разбирает и вот получается что можно сделать машинки самолеты вертолеты очень очень можно много чего сделать конструктор вообще это сам по себе считается игрушка мальчиковая но мы у нас очень много значит игрушек поделок которые можно сделать девочкам здесь и рестораны школы и мебель и домики различные и получается так что этот конструктор и девочкам интересен и для мальчиков интересен то есть нет такого чтобы только там допустим 80 процентов играет мальчики а 20 процентов девочек нет у нас эти конструктор играют все и все играют с огромным с огромным удовольствием вот посмотрите фотография до вот сейчас мы посмотрим что после вот здесь у нас значит диван два кресла кроватка теперь после посмотрим смотрите это вообще просто дети вообще так пищат когда вот это видят потому что это маленький диванчик который крохотный но он как настоящий он абсолютно настоящий диван потому что он выглядит как мягкая мебель но он очень маленький крохотный то есть он сделан из конструктора вот эти чехлы мы сами шьем вот делается вот такой вот вот такой вот кресло потом вот такая вот кроватка здесь получается так что ребенок смотрит и он поражается здесь одеяло матрас потушка то есть это вот отдельный еще набор конструктору аксессуары идут и дети просто вообще в таком восторге когда они это все видят они прям играют такое умиление смотреть как они с этим играют это просто вообще кроме то что человечки могут в любой позе находиться вот любимая поза ребенка вот этот дам можно сделать а с других кукол такого не сделаешь потом она вечная она то есть ее невозможно сломать вот допустим мы сделали и эти человечки они могут принимать позу любого человека то есть как настоящий человек но не разговаривает вот смотрите он мы его посадили в кресло и он как настоящий джентльмен сел нога на ногу и сидит кайфует в своем кресле я не знаю если английское слово кайфует конечно все это 60 наименований продукции у нас сейчас в нашем наборе в нашем каталоге это что это вот все что вы видите это вот стульчики столики столы диванчики любые машинки все все мы это сейчас продаем отдельно вот допустим кабрилет просто отдельно кабрилет мы можем продать конечно это дешевле на полке чем набор набор он дороже стоит из этого набора можно сделать и кабрилет и все но люди почитают брать то что дешевле вот мы его предлагаем допустим можем отдельно продать упакованный вот такой вот брудовик кабрилет вот допустим смотрите стиральная машинка это отдельно можно ее купить видите она как упакована допустим посудомоечная машина можно отдельно купить Тикток, да, я знаю, что подростки 12-13 лет, может быть, побольше, записывают видео, собирая вот свои истории, да, сторисы, которые мы говорим, вот, и это не на возраст даже маленький, да, это могут быть подростки, я не знаю, какая это аудитория, вот, записывая все эти видео. Опять мы видим слияние айки, это все. Да, да, правильно, вот смотрите, ноутбук, ноутбуки вообще, их производят в Китае, да, но они очень дорогие получаются, и они очень дорогие. У нас, получается, если, я вот по тенге могу сравнить, это, получается, если такой ноутбук заказать в Китае, это будет стоимость 500 тенге, а у нас только розничная цена, это 100 тенге, то есть очень-очень дешево. Но, Лан, да, с какими, как мы будем экспортировать, какие будут предложения, с кем будете партнериться, ваш предпочитаемый сценарий? Значит, смотрите, вот мы, наш бренд называется Форэндлс, да, вот, это вообще инструкция, вот, видите, как можно много чего сделать из набора. Допустим, Россия у нас покупала, они вот делают для себя набор, назвали его новый полет, допустим, есть у нас дистрибьютор в Казахстане, он назвал его Леко. Не Лего, а Леко. Ну, то есть, хитро такой ход делал. Да, да, да. Мы предлагаем такой вариант, один из вариантов, то есть, это дистрибьютор в Канаде или там еще где, он закупает просто россыпью наши детали, а это можно, это один из вариантов. Он делает свой бренд, он делает свою упаковку и просто продает ее под своим брендом. Допустим, у меня эта дочка здесь на фотографии, он может разместить своих детей или там еще кого-то. Вот так вот можно будет сделать. Один из вариантов. Потом мы заметили, что наш конструктор, это совсем недавно мы обратили внимание, очень сильно похож на игру Майнкрафт. Это мировая игра Майнкрафт, она занимает первое место среди всех компьютерных игр, и поэтому этот Майнкрафт знает все дети. И вот мы начали делать вот такие вот кубики Майнкрафта, блоки, блоки Майнкрафта. И самая важная такая подоплека в Майнкрафте, это то, что она как бы старается дети выиграть там золото, бриллиант выиграть. То есть, это как бы давится на такую боль, на богатство, жажду, жажду и стремление разбогатеть. Это у всех такое есть, у ребенка, у взрослого, у всех есть. И поэтому мы сделали такую вот акцию, это совсем недавно, буквально два месяца назад. Вот смотрите, вот это блок золота, мы его открываем, и что у нас тут внутри? А внутри у нас золотой слиток. Это идет в подарок ребенку, золотой слиток. Здесь даже есть проба, не проба, а 99,9% содержания золота. Но, естественно, это муляж. Также мы идем к каждому набору, мы даем в подарок еще либо золото, либо бриллианты. И у нас вот перед карантином у нас прям в разы поднялись продажи. Прям люди звонят, раньше они звонили, говорили, нам нужен ваш интересный конструктор. Теперь они звонят и говорят, нам нужен ваш интересный конструктор и обязательно золото или бриллиант. Наш ребенок хочет золото или бриллиант. И прям продажи вообще очень хорошо поделились. Ну, Рланд, скажите, пожалуйста, вот насколько у вас крупное предприятие? Сколько продукций вы можете производить? Кто ваши партнеры? Это крупные оптовики? Это, может быть, какие-то небольшие компании? Кто? Ну, мы, видите, мы только как бы образуемся, только входим в рынок. И у нас сейчас в основном продажи это через детские сады и через тендерные площадки мы торгуем. А зайти в розничную сеть пока мы не будем, потому что нужно большое количество товара изготовить, большие деньги вложить и выставить их на полки. Мы пока так не можем. А в основном это все берут детские сады. Они с удовольствием берут, прям очень им нравится. Вот. А производство, значит, мы можем производить до 10 тысяч боров в месяц. Это точно мы можем производить. Больше, я не знаю, я думаю, что до 20 тысяч мы смогли бы производить наборы в месяц. Хорошо. У нас сформировалось понимание проекта. И помимо вот сайта электронной коммерции, возможно, что-то на русском языке. У меня ребенок фактически не читает и не говорит очень хорошо по-русски, может быть, с инструментами. Но нужно будет обговаривать и смотреть. Конечно, потенциал тоже у этого проекта огромный. Нурлан, спасибо. Мы с вами будем дальше обговаривать. И Алла, возможно, тоже скажет что-то нам дальше. Мы двигаемся к индустрии продовольствия. Мы, возможно, может быть, немножко затянем, но давайте увеличивать немного темп. Я приглашаю компанию белорусскую Марина Дашкун. Значит, she is the sales manager of at Savushkin product, Belarusian product, Марина Дашкун. Марина, you are already exporting as well to Belarus. So tell us, again, the same format, like your colleague, Anton, was saying, how can we help you to sell more diaspora and shorba? Okay, I represent company Savushkin product, which is the leading manufacturer of dairy products in Belarus. We are quite large on international scale as well. We are expert to many countries, 28 countries at the moment, including the United Emirates, Singapore, Jordan, United States, etc. So we are quite ready for Canada. We entered European Union market several years ago. I was doing that project as well. So we are quite qualified to enter new markets. We have resources, we have knowledge and energy to do it. I am looking for distributors, mainly distributors of dairy products, to enter Canadian supermarkets. So this is the whole purpose. I do have a presentation. I will be as brief as possible. Yes, you want me to open it, or will you open it yourself? Yes, obviously. Yes, please do that. And we have Aleksandry Kavailou, who is a Belarusian diaspora. Again, having this experience that you are looking for, and he will present in Russian, he will give his advice on how to sell into Canadian food retail chains. So I think you are already a good match right here. So welcome, Marina. Okay, so the company is a leading Belarusian manufacturer. Just a second. Okay, at the moment, we do have nine production sites in Belarus. We process about 1.2 million tons of milk for milk per year. A turnover of the company per year is about $800,000, oh, $800 million. Our main markets still are Belarus and Russia. But we are investing a lot to expand our export. Okay, we'll do by structure. We are participating in different international projects. We have a lot of national and international awards for our products. And the company was founded in 1976. The brand Savushkin was created in 2001. And nowadays, we have nine brands in our portfolio and over 300 SKUs in products. We do dairy products and also we do ingredients such as skimmed milk and whey powder. So it can be a possibility for this as well. It's different kind of distributors for these products. But we do produce them as well as dairy products such as cheese, sour cream, yogurts, etc. So these are brands in our assortment. Savushkin, well, our products, we do everything from cheese to dessert. So brands are a bit divided. Savushkin includes almost all our dairy products. Desserts. 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 Bresli Tosk as well has wide range of products. Mainly it's some sort of cheese and classical Russian products such as kefir, sour cream, curd, cottage cheese. Another brand with wide assortment of products. Optimal is desserts only. So it's yogurts. Theos is Greek yogurt. Superkid. Kids line of products presented by yogurts, curd, curd desserts. And also glazed curd. Yeah, I think the glazed curd is a good one. It's quite Russian, but many post-avit union countries do produce it and it's quite popular. Juices are at the moment being discontinued, so we'll be doing only beige sap, which is some sort of juice from a beige tree. Quite interesting. We still presented, presented, preserved the raw zone for beige sap. Not every country has it. In Belarus it's quite wide. So this might be a possibility for beige sap distribution as well. It's some sort of analog of coconut water, if you want to compare it to something. Market share in Belarus obviously is quite high, for as our products, all our dairy products and cheese and butter. We are quite good in Russia as well. Our cottage has been very popular. Several years ago we built a separate factory because we couldn't manage the volume of production. So it's still one of our main products and we're really good at it. This is our export supplies. Some of these countries are working only with ingredients, such as Philippines, Malaysia, Malaysia. The rest, we work with all the range of our products. We have our own accredited laboratories. So when it comes to the quality, we're very, very strict and precise. We test everything that comes in and comes out. Also we have different quality management systems. So we certified with all the certificates that are possible. Also we do have halal and kosher for almost all our products. So if you're looking for this type of certification, we can do it as well. The plant itself is highly automated, which is very high level for sub-tunean production companies. We are on international scale on that. Different awards for our products, main winners in international awards are our cheese. And Greek yogurt, they've got most like superior taste awards, certifications. So that's briefly all about the company. I will attach the presentation if it's necessary. Marina, a few words about how do you want to enter Canadian market? What are your ideas? Who are you looking for as your partner? I'm looking for distributor. The main purpose are dairy products such as cheese, curd. It's a responsibility of air delivery as well. As to logistics, we, to Canada, as I see it, it's mainly by sea. So this will be special product range, which has longer shelf life. Because our main shelf life in our dairy products are about 30 days. So by sea we are looking for longer shelf life products or products which can be frozen and then transported like that. If we're talking about air fried, which is quite expensive, so the products will be expensive on the end shelf as well. But we have good experience with such deliveries. We work with Hong Kong, United Arab Emirates, Jordan and Singapore and all our products are delivered there by air. So it is a possibility like that. If we talk about ingredients, so logistics are all the same by sea. So we are looking for distributors and buyers, buyers for the ingredients. Okay, so Diaspora can be of help to act as your brand ambassadors. I see some t-shirts with Savushkin brand. Okay, so send us and we will be distributing to all students of Carleton University, let's say, that are joining. And I will speak later, okay, how we are going to automate this platform. And Surba2 is changing a little bit, or at least trying, looking for new ways to use IT technologies and people connect them in a different way, to match make them in a different way. So we will again speak later and present your ideas. Thank you very much. We continue now. I'm sorry a little bit that we didn't hear from Uzbekistan, but now the co-founder of Agribusiness Association of Uzbekistan, Mr. Rahim John Hakimov, will present the industry, the food industry. And we will hear also a success story from Mr. Mirzahid Nyozov, who is a general manager of Garden Sales, his story of selling products in U.S. markets. Please welcome. Thank you. I don't know which of you will be speaking, just don't forget to turn on your microphone, we still don't hear anything. Hello, hello, do you hear? Yes, now there is a sound coming out. All right. Thank you very much for inviting us for such a very useful, good event. So let me introduce myself. My name is Rahim Hakimov and I'm representing Agribusiness Association of Uzbekistan. So we actually, a group of the companies who deal with the agro sector, we joined together and decided to open up the association for agribusiness. And all of the co-founders of this association, we used to study in Japan. We won the grant and then we decided to open these kinds of things in Uzbekistan, because in Uzbekistan right now is very active work from the government bodies and people are trying to develop the agro sector, which is very interesting and very helpful sector for growing economy in Uzbekistan. So I'd like to tell you shortly about mission of our association, our values. So the main objectives of opening up and developing this association is helping our agro entities, farmers, traders, the all entities, companies who somehow deal with agribusiness to promote, improve their competency, support and exporting of products, assisting in the preparation, procurement, storing and processing of export of their products, trying to promote and trying to implement some high technology products that we have seen in Japan, for example, in other countries. And of course, try to attract some donor projects, international organizations like USAID or UNDP, or other international organizations who are willing to invest or willing to promote some high-tech projects, or invite some volunteers in developing the agribusiness in Uzbekistan. Of course, try to develop supply and demand. So we, of course, we're quite new. We have just opened. We start our activities since January, but legally we have opened in November 2019. And as you know, in Uzbekistan, we have sort of NGO. And to be legalized as an NGO in Uzbekistan is quite complicated. It took about three months. It took about three months. So it's really, you know, not easy. It's really tough work. But finally, after four or five months of preparation and three months of registration, finally, we have opened. And we had our official opening ceremony in January and officially we started working since January 2020. So we are free membership association for internal farmers. So we are not willing to get the membership fee from the farmers because we have two, three associations and some organizations where we give some money or give some membership fee. And we do not get a good feedback out of this. So that's why farmers and they do not quite believe. That's why we just try to help for companies who are willing to promote themselves. And then maybe we will try to promote our services as an association service. In this case, we can try to earn some profit for association. So first of all, we want companies to trust us. We want transparency. We want stability of the improvement of our members. And of course, we are willing to help them because co-founders of this association, there are farmers, there are traders. For example, for example, I work as a certification buddy for about 10 years in Uzbekistan and we certified quite big companies. So we are as a companies, we are trying to help with our knowledge of promotion of our farmers. And of course, we have about, I just wanted to share with our objectives for 2025. So we are thinking to reach up to 1,000 members within five years. We are trying to make, set up the cooperation, mutual cooperation associations with Central Asian countries, Europe, Asia, CIS and North America. And then we are willing to cooperate with Canadian association buddies who are willing to cooperate in our Uzbek entities, who are willing to export to our market or who are willing to import. Of course, as an association, which is very safe, that would be much more better to help our entities. Of course, we are thinking to develop the volunteer activity. For example, when we were in Japan, we had some volunteers, some experts in some sectors who are willing to come and share their knowledge through international organization. And of course, we are willing to promote implementation of international standards related to food safety because we have to understand and farmers have to understand that not only the product that they are producing is enough for exporting, it should be properly managed by the standards. It should be properly managed by the sort of management systems in terms of safety, in terms of logistics and other things. So that's why they have to understand that big markets, big chains, they always require international standards, especially for food. So that's why in order to improve export potential, they have to understand what kind of product, what kind of standard they have to implement. And of course, we are thinking about the organic. It's a very, very new level, but within five years, we are thinking to promotion of the organic because it is massive chemical influence to the product. So that would be good if we are thinking about organic product, first of all, for internal market, internal people, and of course, which is very good, helpful for external market. And of course, because we have in our co-founders, in our membership, we have people who deal with trading, who deal with expert potential. So that's why we are thinking to develop such kind of business life cycles in order to, if it's farmer, he will think about his product, the quantity of the product, he has to think about how to care about products. And then we have traders who will think about logistics, storing, testing, and then certification and training. So in this case, we were thinking that the association might be helpful. So, and of course, based on the annual objectives, we are thinking to reach up to 150 members. And now, within quarter, we already have 50 members. We are developing mutual cooperation with our state bodies, international government organizations like ministries, because it's very important to deal with them and have a mutual cooperation with them. And international organizations like UNDP, USAID, JICA, like banks, for example, Islamic banks, who are willing to invest in this kind of business. And of course, foreign entities, for example, through the embassies of UK, many livestock companies are willing to come into our market. So we are, we can be helpful for them. Also, we are planning to hold the conference, B2B meetings, for example, if Canadian entities, they would like to come and see what's going on in our market. So we, we can be helpful to, to provide some conferences. And of course, we are, we can help to trainings, to deliver the trainings of international standards, which is indicated. And one Austrian international organizations, very, they want to work with us, and they just signed with us a memorandum of cooperation. And they want us to promote the commercial standards, geographical indications. And of course, we are thinking about the development, the online, online platform, where this online platform might be helpful for anyone who is willing to know what's going on in our market, what kind of products, what kind of prices. And simply they could click and see and contact with these producers, and they can check what kind of products do they need. So we want to have such kind of online access, like online platform, but it's not easy. We are thinking about now, and we are, you know, negotiating with some donor organizations who can, like, give the grant for this kind of project. And of course, we are working on the improvement of our social media, because we have currently, we have over 600 subscribers in our social groups. And then we're thinking to reach up to 1000. And of course, we have to facilitate to exporters to find their project, to find their clients. So all these things what we are doing is that helping, doing the mutual cooperation, doing the B2B business, to helping these companies going outside on and helping for the importers to go inside the country. And what kind of services we can, we are willing to give, of course, association, it cannot, it should, it should live. And one of the, it cannot live without the financial resources, because we canceled, I mean, we denied membership fee, maybe after two, three years, when we show ourselves, we have a quite good membership. And then we can maybe put in force our some kind of membership fee, but now we are willing to give some services, like findings, like marketing services, or finding some potential customers, or training some international standards. So maybe we will try to arrange some conferences and try to help in exporting of goods. And of course, this is the company's members who are willing to do it. They can be, they can pay for this service. For example, one month ago, in March, before the quarantine, we were in Oman, we had very good negotiations with agribusiness head of Oman and the other chairman. We had a good relations already, we set up a cooperation with Care4 chain or Lulu chain, this is a massive big chains in Oman. So maybe we will try to promote and try to help to sell our products. And now we are thinking about finding some products, selling them because they have a good acquire now. So this is our members, this is our members. Rahim, all of them are ready to export? Which of them are ready to export to Canada? Actually, actually, we haven't made some kind of research about the Canadian market for the moment. But we, after this event, I think we need to have some, like, questionnaire and send to our members who are willing, who is willing to work with the Canadian market. And then we can give you the proper answer. But currently, we do not have such kind of information exactly for Canada. Rahim, yes, like I told, I don't know, I was speaking with the Uzbekistani trade representatives here with Shirizot and Rukhlo. So, and currently, we have two distributors, Canadian ones, interested to buy from you in big quantities. Okay, so we will need your help. And just tell me, when you are ready, we see it as there may be purchasing or procurement mission for Canadian food retails or distributors. Okay, and let's start with that. So, I know that we have two companies. One of them will speak now. And I should mention another one. Okay, if I will find it. Okay, Green Desert. Okay, Echo Fruits. Mr. Zhamshid Zufarov. Them two are ready to export. But I will be then speaking to you before you to actually coming back to Canadian distributors and let's see what we can do. That would be wonderful. That would be wonderful. Of course, in order to enter into Canadian market, we need to understand that there is a tough requirements on the safety and other things. But if there is already the companies who had an experience to export in their products to Canada, that would be great to put us in touch. We will contact with them. Then we will make some analysis and find some companies in Uzbekistan who is willing to export. Then we can work on that. Why not? Yes, we have two products. Let's see it. Let's work on a big scale. Okay, because Surba works on a big scale. And you too, you are an association. And we are speaking about big quantities. We will, let's discuss it in detail. Okay, okay, okay. And you are preparing, you are doing all their management stuff. You see certification and us, we can do it while marketing. We have again diaspora and we have those who will buy. So it's all up to us and let's plan it in big, okay. We are interested in big projects, big scales. I see. I see. Sounds very good. Very interesting. We are ready to discuss it. Let's keep in touch, Marina. And your success story, maybe just one minute about the success story. How did you manage to get that FDA American certificate and what doors it opens to Canada now? Can we repeat the same success and do it again and again? The success story, will we hear that? It's the general manager of guidance cells. Will he speak? Is he here? Hello. Yes. So this is Mirzahid Nyoza. Mirzahid, please, just a few minutes. I am afraid it's taking too much and people are starting to leave. So let's accelerate on the main points. And while in Canada, it's taking late in Kazakhstan and Siberia. So let's a little bit, please. Sure. I will try to upload my presentation. I see the presentation board busy with a previous speaker. Yes, Rahim. Rahim, please take away your slides. Yes. Give it to Mirzahid. Okay. That's it. Mirzahid, you can speak. Mirzahid, speak. Yes. Right. I will try the first or double. Yeah. First of all, hello to everyone. Hello to every participants. My name is Mirzahid Nyoza. My name is Mirzahid Nyoza. I am the co-shareholder of the garden sales company based in Uzbekistan. I would like to express my thanks to the organizers for this such a beautiful and the necessary event, which is a very, very helpful. I hope it will be helpful to everyone to promote their product, their services, not only in the European market, but also in the American and Canadian market. So, the garden sales is the establishment incorporated in January 2017. I will try to speak as short as possible, because as you said, as I mentioned, a lot of people are waiting for their queues. So, the brief about the companies, as I said, the establishment incorporated in 2017 is a young prospective shareholders, which is educated in a United Kingdom. And one of the leading universities of the United Kingdom is a world's universities. And then we've established it to get the crops in the different regions of Uzbekistan with different varieties of the agriculture commodities. Now we have around the 500 hectares of the crops in the different regions. So, what we have right now is that 100% of the certified products is not only the dried fruits, but also the fresh fruits and the fresh vegetables. So, we're exporting permanent 10 countries in all over the world. So, not only in Europe, but also in America, in Asia, even partly we've exported to Australia. It was the last year in 2019. So, I will try to tell you about a brief processing cycle, how we're doing our products to deliver to our customers. So, after getting the products from the farmers, we're getting the processing cycle for processing the products. And then they're packing them, then they're warehousing them, and they deliver to the customers who are requiring them, as you see on your screen. So, it's a basic commerce cycle of how we're processing the product. Is it regarding the dried fruit as well as the fresh fruits and the vegetables. So, in terms of the segmentation of our products, as you can see, the dried fruit is the major, the share is about 73-75% of the whole agenda, the share. Then you can see the dried vegetables and then the fresh fruits and the vegetables. And also, we have the freeze-dried fruits. It's a very specific product. And we've already shipped a couple of the samples to United States and Canada. We have the one, our partner in Canada. So, he's now working on promoting on it, but I hope he will not be the only one, the distributor in Canada. So, in the next slide, we can see the processing scam in a much brief way. If someone is interested, we can share all the data, who is interested in. So, the harvesting, the first cycle, the first step of the cycle. Then we are calibrating, separating from the underdeveloped berries or any other stuffs. Then we're drying up them. Then the vacuum cleaning is like the second process of the cleaning cycle. Then we're calibrating again in terms of the demand, the request by the customer. Then packing, then the metal detector to control the products. Then we're warehousing the warehouse. Then we are conducting how and when the truck can go to their warehouse, I mean to the client's warehouse. So, in terms of the dried fruits, what kind of dried fruits have? So, it's raisins, it's dried apricots, it's all varieties of the nuts, it's prunes, and then it's all varieties of the beans. It's all the products available in Uzbekistan almost 365 days in a year. So, sometimes it's more attractive, sometimes not depends on the demand and supply in a local market, in a world market. So, in terms of, it's agro-repeating, they just do not pay any extra attention to that. So, same to the fresh fruits and the vegetables. We are available, we have the availability, I would say, to deliver all the fresh fruits and the vegetables almost all season. For example, for now, we can deliver all the vegetables, what we have in Uzbekistan. Here is another slide, what you can see, it's an expert geographical map where we're exporting in 2019. It's not only, as you can see, the Asia and the Europe, it's also in America, China. And now we're looking to the good distributors who can help us to demonstrate our products in a Canadian market. So, what kind of certificates do we have? We have the... Last minute. Okay, Mirzahid, one more minute. Yeah. Good. Continue, please continue. Yes, certificates and we then start collaborating. As mentioned, how did you get them and what your advice maybe give to other companies? Like from Russia, from Belarus. They speak in these ways. Oh, right. You know, it's a long way negotiation, long way negotiation with them. It's the exhibitions, it's the forums, it's the pre-sample shipments. It's not easy to talk to someone and they ensure them that your product is the best one. So, it's a long way to get the first order. For example, if we incorporate in 2017, our first order came up in 2018. It's almost one year. So, during the whole year, we ship with the free samples of our products. We've tried to participate in different forums and exhibitions all over the world. Not only in Uzbekistan, but also in Asia, in Europe, and even in America. So, first of all, you have to make sure that your product is the best product. What you can provide to your potential customers. So, the second option is that a lot of the customers are looking for the packet products. Not the bulk products, but also the packet products under their own brand. So, we can also do this kind of thing. So, in my point of view, the Belarus and the Russian partners, I mean, who is still working on it. They have to pay attention to the quality of their product. And they have to demonstrate they are ready to ship the free product samples. Because the client has to make sure that your product is a good one, is a reliable one, and easy to resell again in their local market. It's the main point. Very good. So, we will also be speaking afterwards and getting ready to meet the Canadian distributors. Sure. Sure. Should you have anyone, any questions, I would be ready to share my information to everyone who is interested in. Yes, Mitasi. Thank you for coming and presenting the project. We are looking forward to move it. And so, we now have just, let's say, we have 15 minutes and four participants. I don't know how we can make it, but this is also the most interesting part. Now, I will be speaking Russian. Последняя наша часть, практическая. Смотрите, это те покупатели, которые здесь в Канаде. Вы хотели от них услышать? Мы приглашаем Аллу Гонт Мачер, собственнице магазина народно-художественных промыслов здесь в Монреале. Магазин называется «Ли аппетит хуси». Она нам даст советы и как она видит возможность увеличить продажи при помощи ее магазина не только в провинции Квебек. Потому что мы думаем, что провинция Квебек на самом деле, возможно, самое лучшее для того, чтобы начать это здесь. Через, например, сайт централизованной электронной коммерции. Какие она даст, так она даст свое видение. Задавайте ей вопросы в чате. Но давайте, еще раз говорю, работать быстро, 7 минут. Каждому не... Да, Марин, я можно буквально два слова скажу? Да, я. Участники, пожалуйста, мы и так уже перебрали по времени, поэтому если у вас возникли какие-то вопросы, если у вас есть предложения, если вы что-то хотите уточнить, пожалуйста, пишите в чате. Мы, чат останется, и мы после мероприятия все ваши запросы отработаем. Поэтому все, что вы думаете, какие-то пожелания, какие-то заметки, какие-то предложения, пожалуйста, все пишите в чате, чтобы это у нас осталось. Хорошо. Алла, мы выходим в эфир. Олейкум, фурмат-лиуртоклар, хушкалипсисту Монтрел. И вы знаете, кто вы говорите. Это человек, который, да, родился в Ташкенте. Или не в Ташкенте, но я точно знаю в Узбекистане. Да. Очень рада знакомству, Марина. Мы благодарны, что вы нас подсоединили к вашей интересной программе и новому проекту, который планируется запустить. Я переписала уже шесть выступлений, планировали одно, но, послушав и познакомившись сегодня со многими представителями, немножко мы расскажем о себе. У нас семейный бизнес. Мы представляем наше предприятие, которое основано в 1991 году. И в 1993 году был открыт магазин с громким названием «Лептит Руси». И все 27 лет мы вторые владельцы бизнеса. Это один из первых русскоговорящих бизнесов, который был открыт в Квебеке. За 27 лет мы поддерживаем культурное наследие и являемся связующим звеном между постсоветским пространством и нашей русскоговорящей комьюнити. Русскоговорящей комьюнити мы подразумеваем всех абсолютно, потому что мы говорим на одном связующем нас языке. И послушав все ваши выступления, мы приветствуем инициативу и хотим развеять заблуждение и рассказать немного о том, как на самом деле здесь все устроено. Мы являемся сувенирно-книжным магазином, мы развиваем «Лептит Руси» и уникальность нашего магазина в том, что у нас бывают штучные, уникальные сувениры из всего постсоветского пространства. У нас есть сувениры абсолютно всех республик, народных промыслов, всех стран на сегодняшний день. Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Армения, Грузия, Азербайджан. У нас есть сервис, дополнительный сервис, мы представители компании и посылаем посылки из Канады, частные посылки из Канады во все страны постсоветского периода. У нас сотрудничество с международной компанией «Картина ТВ», скорее всего многие ее знают, потому что пользуются этим сервисом, они представлены в Европе и у нас в Северной Канаде. И хотим сказать, что нам доверяют настолько в нашем выборе ассортимента сувениров, что красивая семья может прийти, одетая к нам за полтора часа до торжественного юбилея, дня рождения, любого мероприятия. И уверены в выборе, что всегда что-то найдут у нас для того, чтобы порадовать своих близких и знакомых. Мы отработали за все это время тот ассортимент, который нужен по ценовой доступности, по клиентам наши одни и те же принципы. Но всегда хочется подарить что-то свое, принадлежащее своей страны исхода, но чтобы оно было другое. И поэтому мы никогда не останавливаемся на достигнутом, и в этом наша уникальность. То, что было в том году, его может не быть на следующий год. Его даже через неделю может не быть этого ассортимента. Но еще один большой плюс. Логистика, кастом-сервис, деливери. Все настолько отработано. У нас каждую неделю поставки из России. В основном мы получаем из России, но там идет консолидация груза. У нас мы получаем все книжные новинки у нас представлены. Сувенирный ассортимент у нас постоянно пополняется. Пресса, еженедельная пресса. У нас есть подписчики на еженедельную российскую прессу. Ну, плюс ко всему детские журналы, международные журналы, кроссворды. Это все, всем этим занимаемся мы и у нас в Лонреале. Следующее. Мы хотели также сказать, что, познакомившись сегодня с представителями, производителями из разных стран, я хочу сказать, что со многими мы косвенно знакомы и можем дать советы, такие как, например, вот Олег Кокорин хорошо говорил, мастер игрушек, о производстве деревянных игрушек, развивающих. Они настолько интересны, но есть один момент, ценовая категория. Самое дорогое сейчас и самое сложное. К сожалению, сегодня продать самое сложное. Произвести – это большие затраты, но привезти сюда, к нам, это очень дорого стоит, и на сегодняшний день цены только повышаются. И у наших клиентов тоже есть ценовой выбор, потому что напротив магазина Делорама есть много похожего товара, но не такого качества. Но здесь уже выбирают, у человека должен быть выбор. Аллочка, нам особенно интересно Ваше узнать предложение для, как продать канадцам, не диаспоре, а как продать канадцам, и давайте переходить вот этот централизованный формат, где Вы видите пользу в сайте электронной коммерции. И что нам нужно для того, чтобы запустить эту инициативу? Чтобы запустить эту инициативу, половина пути уже практически пройдена нами, и многое, что подготовлено. Создание сайта, запуск международной торговли. И мы считаем, что это очень хорошая инициатива. Сегодня надо создать и запустить. Запустить мы, у нас есть такая возможность, логистика у нас работает. И на сегодняшний день, чем искать того, кто будет представителем или дистрибьютором, и закупать, сегодня нету таких инициаторов, потому что здесь были такие случаи, они закончились. Ну, не пошло это. У нас отработаны штучные, единичные, но так как мы получаем каждую неделю, и мы так можем продвинуть сайт международный, где все будут объединены, то есть выбирая любой товар, скорость доставки будет быстрая, товар будет, все, что заказано с ваших предприятий под одной эгидой, оно будет доходить быстро, потому что мы каждую неделю авиадоставки у нас. Но все равно, когда мы вместе, оно объединяется и получается дешевле. Кастом-брокер, кастом-сервис, деливери, логистика, это уже все отработано. Единственное, это все нужно только соединить. Продвижение рекламы, поддержание сайта. Сегодня мы можем создать такую команду, которая у нас, профессионалы, здесь есть, и уже... Алла, она уже есть, эта команда. Расскажите про вот это вот формальное или неформальное объединение и с кассой Карабас, и с вот этими культурными мероприятиями, которые вы делаете, и фестивали, которые проводятся. Вот что у нас еще? У вас есть какая-то система скидок тоже между собой, как вы? Сколько вот этих вот компаний, которые между собой объединились? Мы объединили шесть бизнесов. Одной из скидочной карт и называется Карабас, потому что у нас запущен онлайн продажа билетов на все концерты и спектакли, которые представляют наши группы, монреальские, канадские и все театральные представления, которые приезжают, или концерты из постсоветского пространства. Существует у нас мембершип-карточка, которая дает 10% скидки у нас во всех наших бизнесах. То есть на приобретение билетов. У нас в магазине абсолютно на все, кроме отправки посылок. Гостиница, еще мотель, и там же есть прекрасная сауна, там клубы практически собираются. И наша газета, журнал «Остров», что тоже объединены под одной эгидой. И всех у нас есть вот эта скидочная карточка у нас работает. И также у нас билеты в магазине тоже продаются. То есть у нас не просто магазин, у нас такой мультикультурный центр, где если в городе проходят какие-то мероприятия, фестивали, молодежные фестивали, они всегда к нам обращаются за помощью. Если даже мы не можем там присутствовать, мы как-то себя там организовываем. И часто проходит, вот Татарстан у нас часто представляет, Казахстан в прошлом году сабантую делают. И на сегодняшний день, не имея возможности развивать туризм, но мы можем уже начать работать с тем, чтобы представлять. У нас в магазине представлены товары. Вот, например, если мы сегодня говорим об Узбекистане, мы выходцы из Узбекистана, мы дома пользуемся вот такой вот посудой, пахта. И у нас есть много... То есть для нас это очень важно, чтобы мы дома имели то, чем мы пользовались в детстве. У нас есть вот такие вот куклы, которые производятся ремесленниками там, в Узбекистане, и нам это присылают. Вот такие куклы в национальных костюмах, вот такие тюбитеечки. Это маленькие сувенирчики, когда хотят подарить. Сумки можно использовать в отпуске. Это в Сусанне. То есть это только у нас то, что есть у Узбекистана. Вот такие сувениры. И мы знаем, что людям нужно. И мы всегда можем подсказать... Плюс ко всему, у нас есть место для организации торгового дома, и к нам дорога нахоженная. Не надо много о нас рассказывать. Нам доверяют. С нами много работы. Теперь только «Серба» присоединяется к этой инициативе шести компаний, и мы открываем этот сайт и налаживаем массовые поставки. У нас есть мероприятия деловые к культурным. «Серба» добавит вот таких предпринимателей, как мы видели из Узбекистана Гульнора, и мы запускаем ее. Только осталось план сделать. Можно еще у меня пару слов есть про продукцию, которую желательно бы. Вот посмотрите, про игрушки. Это великолепная идея. Нурлан из Казахстана конструктор, то, что представлял. Прекрасная идея. Такого не было, и это можно представить. И интересная идея, как собирать их. И при первых... Когда будет запущен сайт, при первых покупках, каждый может представить какую-то небольшую коллекцию, чтобы было понятно. Вот есть вот такое, есть такой ассортимент, есть такой. Не должно быть много. У нас тоже не так много места. Но представить каждого мы можем. И с некоторыми компаниями, которые сегодня говорили. Например, по Лесе недавно нам присылали полный список изделий. Мы с ними знакомы. Я просматривала этот каталог для того, чтобы выбрать, чтобы нам было интересно. Косметика, к сожалению, к сожалению, Иван, косметика не разрешено сюда привозить. Это просто табу здесь. Хотя наши клиенты очень любят белорусскую косметику и всегда спрашивают. И очень уважительно к ней относятся. А по почке, Алла, есть ли разовые поставки по почке? Не массовые? Это на ваш страх и риск. Дойдет, дойдет. Не дойдет, нет. Хорошо. Вы можете заплатить еще штраф. Хорошо. Вот. И у нас, мы работаем с каждым клиентом, мы выборочно работаем, мы выборочно по закупке продукцию. мы закупаем то, чего нету здесь. И то, к чему привыкли наши мамочки, и то, что многие хотят иметь, то, что имели в детстве у себя. Мы работаем с каждым нашим клиентом, давая в руки пощупать, потрогать, объясняя, рассказывая, что здесь интересно, что нового есть. И поэтому создание вот этого сайта настолько своевременно, что даже у нас такое недавно было, пришла девушка, говорит, странно, все онлайн работают, а у вас такое общение. Это так интересно. Мы, говорит, можем хотя бы понять, о чем речь. Алла, наше следующее мероприятие будет только по этой индустрии, опять по всем четырем странам, но мы возьмем и Украину, и Армению. И я жду ваших предложений и плана работы, как мы будем делать, и мы будем обсуждать. Ну что, если разрешите... Если кто-то хочет сотрудничать, мы сейчас напишем все свои данные, и добро пожаловать, и мы всегда рады сотрудничать с тобой. Спасибо, Алла. Смотрите, у нас успешная история, великолепная. So this is Mr. Carol Robertson Lopez. This is a successful story of Uzbekistan, participating in festivals, cultural festivals in the U.S. Santa Fe. I don't know if he's still there because he had to wait so long and this will be our fault if he cannot make it. So let's invite him, Mr. Carol Robertson Lopez. Please share your success story, how you promote Uzbek artisanat in the U.S. Hi. Oh, this is Madam. Sorry, Carol. Yes, of course, this is Carol. Carol is a feminine name. Carol. Sorry. That's fine. Thank you very much for welcoming me to be part of this wonderful program today. I only wish I could understand Russian, but from the descriptions, I understood some. I'm with the Santa Fe International Folk Art Market. This market started 18 years ago, and what's different about the Santa Fe International Folk Art Market is it's juried, which means you just cannot apply and come. You have to apply October, the year before the July, and your artwork is vetted by cultural experts at universities, cultural institutions, to make sure that the folk art market, the art that is being brought to the market is culturally appropriate, that it's handmade, and it's based on the traditions of the country. So our artists from Uzbekistan have done fabulous at the folk art market. Why? Because their art is among the finest in the world. The many years of being on the Silk Road has resulted in master craftsmen in numerous areas, and I'll talk about two today. One you already heard from earlier, and that was Gulnara, and I'm going to just hold this up so you can see it. This is one of the handbags that Gulnara and her ladies make. These are very, very popular, and of course, every year that Gulnara is here in Santa Fe, I have to buy a new bag. But let me explain why it's been so successful. Gulnara started with an idea, and as you heard earlier, she has a degree in world economics that I think gave her the bigger vision to be able to grow from handicrafts and working with other women to produce items to be able to go to where she is today by having other outlets for her product and also creating small business. Women entrepreneurs oftentimes are extremely effective of pulling together other women, teaching the cultural traditions that not only produce beautiful garments and handbags like this, but preserve culture. These are all techniques that have been passed down from grandmother and great-grandmother and members of the family, and these cultural traditions all mean something. And so it's so important that she took her craft and has created a huge business, a business that is now operating in several countries. And Gulnara is one, comes to Santa Fe each year, and buyers, over 25,000 people attend the folk art market, and it's just two days and evening long, and the average artist makes at least $25,000 selling their goods. So Gulnara is an example of what we've tried to do with the folk art market. It's our belief, you must provide markets for artists. And when artists have markets, then the cultural traditions that make us so special in this world and our unique environments will continue and continue to be shared. In today's world, there is a hunger for the handmade, for the very special. It's no longer with mass-produced items. We want to know the artists. We want to see what they're doing. So Gulnara, my hat's off to her as a woman entrepreneur, because as an economist, she understands that to build the economy of any country is to build the small businesses, and women and men are all able to do so. So from Gulnara, the next artist I want to talk to about is Muhayo Oliva. I first met Muhayo Oliva in Tashkent, and she was working as a cultural attache in the U.S. Embassy in Tashkent. And while we were traveling there, my husband and I got to know her, and she started to tell us of her dream had always been to open a clothing company and create traditional Uzbek clothing and articles for retail. So she was selected the first year of the market to be able to come, and she brought in beautiful items that were made with iCat. I have to show you because it's so incredibly beautiful. this amazing garment, which I hope you can all see. This is the high fashion that she's now designing and selling, and she's selling these items in boutiques in London, England, as well as her very popular retail store in Tashkent that when I go there is always extremely busy. And she's taken simple iCat robes that many of the women in Uzbekistan wear day to day and turned them into magnificent garments that sell for very good sums. And again, she's had artistic creativity to use traditional designs to create something just so incredible. Her company, Bibi Hanum, has grown. She has more people working in her studio, which I was really pleased to be at this year. So these are just a couple of examples where artists came to the folk art market in the last 18 years with an idea, something they wanted to promote. They were accepted into the market because of the quality of their goods. And with that exposure, they're now in other markets. There's a number of stores in downtown Santa Fe that buy Gulmaris bags. They're designer shops. And you can go in and buy the bags and her boots there. Bibi Hanum has a presence online and also is one of our artists that is asked to go to the Dallas Design Center every year. In addition to being exposed at our market, we bring in major retailers, whether it's Nordstrom's, all the big names. These designers come and oftentimes, because of the quality of the goods from Uzbekistan, the predictability of the quality of being able to create more than one item so that retailers can buy it and resell it, they've been very, very successful. Carol? Yes? So as I understand, is it a one-time event during the year? How does this market work? I understand that you are an advisor to this organization or is it like an association? You are picking up the best artisanal, producers of artisanal products and so you promote them and you connect them with retail chains, big retail chains. This is what you are doing. Yes. We actually bring people that have had successful or continue in successful careers and marketing come from all over the United States and the day before the market starts, we provide one-to-one training for the artists to come up with a business plan of how to expand their market because one time a year isn't enough. The one time a year is great, but as you hear from different artists and even Gilmour earlier, as soon as other markets see how popular these items are, they want these artists to come to their markets as well. So from the exposure of Santa Fe, which is considered to be the largest juried folk art market in the world, and I have to admit in Kokand, Uzbekistan, last fall, they had a market very similar to the one that we have in Santa Fe, New Mexico, and it was truly amazing. They had artists from all over the world and there was a number of tourists, but I can tell you the next time the Kokand Folk Art Festival happens, there will be many, many more tourism. It was an amazing festival and the government of Uzbekistan did an incredible job because artists need markets. They need places to sell their goods. We also participate artists from the folk art market. We put them into the Dallas market. In the United States, if you're a retailer, Dallas is where you go once a year, at least once a year because they have these huge buildings with different items for retail people to make orders from. They now allow us to have a couple of days that are a folk art market where we bring artists in that are prepared to be able to provide the kind of quantity these buyers need and they're able to make contact. So now with COVID, we're really struggling because we want our artists to have outlets to sell their goods. And so we're working hard on online sales, and just how we can really get the products out there. We do have the internet and we do have going for us is the absolute beauty of Uzbekistan is such an incredible backdrop when you show the downtown, the plaza of Vukhara and all the monuments and the people in their traditional clothing. People just want to have these items in their home. In fact, if I turned you around my home today, you would see all kinds of art from Uzbekistan. And we see, you see why you are all smiling because you are helping. See, you are inspired with the work you do. And of course, to sell your valuable artisanal products through Amazon, this is just unbelievable. We shouldn't speak about decreasing costs. We should speak about increasing the value. And is there some kitchen cuisine involved in your festival, in your market, or it's only the handicraft products? Because I... No, just handicraft product, that's all. That has... They have to be verified ahead of time. You just can't bring anything to sell. because our market is so popular with people that collect art, wealthy people that like to collect art. We have people that pay $5,000 to be the first shoppers at our market. They get to go in one hour before the public. They pay $5,000 each to have first dibs to buy the art. That's... You prepared them. You picked up the best. You even elaborated a business plan for them. They know what they are doing, with whom they are partnering. Unbelievable experience. And they are probably in Canada while those festivals. And Carol, thank you very much. I'm very sorry that I made you wait. Unbelievable experience. And you make us believe that Canada too will launch this project. Yes, these festivals are great because in terms of tourism, it's amazing the economic impact to my community. The folk art market takes over our whole community and everyone celebrates and we're richer for it. And we're just so sorry we won't get to see our artisans from Uzbekistan and the rest of the world this summer. But we'll be back. We'll be back next year and as we explore new ways and the things that you're doing, Marina, are so important. We do have artists from Canada but generally they come to the largest Indian market in the world which is also held in Santa Fe and First Nations of Canada participate in that market as well. Thank you very much and let's keep in touch stay healthy and let's do this incredible thing together. You may come and help us or advise a little bit. We will keep in touch with you. Thank you. Thank you for inspiring us. Thank you. Bye-bye. We continue our guests we have just two speakers. Сергей Герайзин will give his instructions on how to partner with Canadian companies. So he will speak about foreign entities. Мы говорим по-русски теперь немножко. Сергей, выходите, пожалуйста, на связи. Ваша презентация. Сергей, пять минут, Сережа. Здравствуйте. Вы меня видите? Да, мы видим и слышим. Да, отлично. Да, в первую очередь я, конечно, хотел поблагодарить участников за внимание и за интересные выступления и организаторов, и вас, Марина, за то, что вы сумели организовать такое интересное мероприятие. Сербоизвестно такими мероприятиями. Да, я перейду к теме моего выступления. Меня зовут Сергей Герайзин. Я адвокат, канадский адвокат и руководитель юридической фирмы SDN Legal Inc., которая зарегистрирована и действует в Монреале, в провинции Квебек. Мы оказываем юридические услуги в сфере корпоративного права, контракты, коммерческое право, иммиграционные вопросы, судебные споры. И я хотел бы вам показать презентацию касательно того, какие формы введения бизнеса в Канаде нерезидентами возможно, каким образом можно организовать свой бизнес. Прежде всего, в нескольких выступлениях говорилось о том, что некоторые компании, которые производят определенную продукцию, например, игрушки и так далее, достаточно большие объемы производства, и они хотели бы или, например, косметическая продукция или продукты питания, и они хотели бы продвинуть свою продукцию на канадский рынок, либо они хотели бы создать производство здесь. Соответственно, существуют различные варианты взаимодействия иностранных компаний с канадскими компаниями, либо непосредственно выхода иностранных компаний, иностранные, я имею в виду, российские, белорусские, узбекские и так далее, на канадский рынок. Существуют варианты создания либо филиалов на территории Канады, либо создание дочерней компании, либо возможен вариант ведения совместной деятельности с каким-либо из канадских партнеров. В дальнейшем я коротко расскажу о том, какие существуют критерии выбора, как лучше выбирать наиболее подходящую форму деятельности. Но с самого начала я вас ориентирую, что наилучшими вариантами, которые чаще всего подходят, это бывает либо совместная деятельность без создания партнерства, это последний пункт презентации, либо это создание дочерней компании, неважно какой, в соответствии с федеральным законом, канадскими корпорациями, либо в соответствии с провинциальным законом. Сейчас я расскажу вкратце, какие существуют критерии выбора, регистрирует ли филиал или дочернюю компанию. Основной принцип заключается в том, что филиал является подразделением иностранной компании, следовательно, все контракты, которые будут заключены от имени филиала, они будут обязывать вашу материнскую компанию. Следовательно, если у вас возникнут какие-либо проблемы, то ваша материнская компания будет отвечать по всем долгам и обязательствам филиала. Таким образом, у вас повышенный риск. С точки зрения налоговоложения ситуация очень похожа. У филиала облагается налогом только та прибыль, которая получена от доходов в Канаде. У дочерней компании облагается доходом и налогом вся прибыль, но поскольку вы создаете дочернюю компанию, чтобы действовать в Канаде, опять же, это вся прибыль, полученная из Канады. Разницы практически никакой нет. С точки зрения налоговой ситуации очень близка. То есть основной принцип выбора филиала или дочерней компании, это то, что ответственность, вы не отвечаете по долгам дочерней компании. И второе, с дочерней компанией проще жить в Канаде. Когда вы создаете дочернюю компанию, это канадская компания. Соответственно, любой бухгалтер знает, как готовить налоговую отчетность. Любой орган понимает прекрасно вашу структуру. В то время, когда это у вас филиал, у вас могут быть проблемы. Стоимость консультантов будет дороже. Когда вы создадите филиал и начнете искать консультантов, все будет дороже. И особенно сложно будет с бухгалтерской отчетностью, потому что бухгалтерская отчетность должна быть соответствовать как требованиям налогового ведомства Канады, так налоговому ведомству провинции, где филиал зарегистрирован, например, Кюбек, так вашей собственной страны. Филиал – сложная вещь. Лучше создавать дочернюю компанию, если выбор между первым или вторым. Когда я говорил, если мы вернемся к предыдущему слайду, совместная деятельность с канадским партнером, я не буду сейчас рассказывать из-за недостатка времени о простом товариществе, командительном товариществе. Эти формы деятельности очень похожи на соответствующие простой товариществ и командительное товариществ в России. Это совместная деятельность, которая регистрируется. Вы не будете юрлицом, но вы будете зарегистрированы. Вы можете совершать сделки от имени этого товарищества. Очень большая ответственность, очень большие риски. Далее, что касается создания дочерней компании. Когда вы создаете дочернюю компанию, вы должны принять решение создавать ее в соответствии с канадским федеральным законом о компаниях, либо в соответствии с законом о компаниях той провинции, где вы регистрируетесь. С точки зрения территории ведения бизнеса, неважно, федеральная компания и провинциальная компания, любая из этих двух типов компаний может вести бизнес везде в канаде, в любом месте. Регистрация компании, что то и что другое, очень простая. Формализма минимум, скорость очень высокая. Создать компанию можно даже за один день. Обычно это занимает одного дня до нескольких дней, но в некоторых случаях можно за один день зарегистрировать компанию. И провинциальная, федеральная компания очень легко получает все номера для налогов и так далее. Все это делается онлайн. Соответственно, управлять вашей компанией можно и легко. Вы можете находиться за границей и при этом иметь доступ по всей документации. Вы имеете возможность все контролировать электронно, потому что практически все сервисы, они доступны электронно. Это примерно как сайт госуслуги.ру в России. То же самое. Существуют различные сайты и сервисы здесь. Теперь выбор. Какую компанию создавать, федеральную или провинциальную? Это зависит от вашей специфической ситуации. Основное отличие заключается в том, что у федеральной компании, когда вы создаете федеральную компанию, минимум 25% членов совета директоров должны быть граждане Канады или постоянные резиденты Канады. У провинциальной компании такого требования нет. То есть, если вы собираетесь создать компанию, у которого ни директор, никто, ни канадец, ни постоянный резидент, ну что же, вам надо выбирать провинциальную компанию, потому что с федеральной такой не получится. Второй момент. Вы создаете компанию, вы собираетесь ввести туда некоторые активы. Например, вы создаете компанию для того, чтобы наладить, сделать завод по производству игрушек из дерева. Соответственно, вы создаете компанию, выпускаете акции, оплачиваете эти акции и деньги, которые вы перечислили, вы используете на то, чтобы инвестировать в оборудование, в аренду помещений или покупку помещений и так далее. Канадской компании, как только вы выпустили акции, вы обязаны их тут же оплатить. В провинциальной компании, вы выпустили акции, у вас целый год есть для оплаты этих акций. Соответственно, провинциальная компания, кубекская, имеет еще один плюс в том плане, что у вас есть гибкость. Вы можете не сразу переводить деньги, и не сразу уводите из оборота. В то время канадской компании вы должны тогда акции выпускать раньше. Нужно вам перечислить 10 тысяч, делайте первый выпуск акции. Потом 50 тысяч, через 4 месяца второй выпуск акции. То есть сложнее. Что касается выбора юридического адреса. Если вы создаете федеральную компанию, вы можете зарегистрировать, указать юридический адрес в любой провинции, в любой территории Канады. Если делаете провинциальную, вы обязаны найти юридический адрес в провинции Кабет. Это не проблема. Далее. Ну вот, собственно говоря, это основные отличия при выборе компании. Далее, что касается... Я не написал в своей презентации более-менее подробно о совместной деятельности. Но я чувствую сейчас, что эта тема может быть интересна. Когда вы можете работать здесь, найдя какого-то местного канадского партнера. Хотя Канада – страна развитая, это правовое государство. Вы можете защитить свои права в суде и так далее. Тем не менее, к выборам партнера нужно относиться аккуратно, внимательно. Вы можете также быть здесь жертвой обмана так же легко, как и в любой другой стране. У вас могут быть проблемы как с местными канадцами, так и с русскими местными могут быть проблемы. Кроме того, Монреаль – это настолько интернациональный город. Здесь у меня такое ощущение, что иностранцев больше половины населения. Я веду бизнес, и у меня партнеры приходят, клиенты – китайцы, индусы, пакистанцы, изгаители и так далее. И у каждого из них своя культурная традиция определенная. То есть нужно проявлять осторожность. Когда вы заключаете договоры, вы должны заключать договоры, которые будут вас защищать. Вы должны определиться о том, каким правом эти договоры будут регулироваться. Например, если вы заключаете договор, вы собираетесь поставлять продукцию из Белоруссии в Канаду, вы можете выбрать, какое право применяется – белорусское право или право провинции Квебек, например. Второй момент. Вы можете выбрать, где должны будут разрешаться споры. Вы можете предусмотреть вариант такой, что споры разрешаются в Белоруссии, белорусским судом. Либо, например, споры разрешаются в Канаде, в провинции Квебек. Либо, например, если речь идет о крупных сделках, и каждый из сторон боится судиться на территории чужого государства, потому что есть подозрение, что суд, например, может подыгрывать своим, то в этом случае вы можете определиться с тем, что споры будут разрешаться в международном коммерческом арбитраже. Необходимо правильно вставить арбитражный договор в этот договор. Кроме того, некоторые участники высказали вещи, тоже разумные. И когда вы защищаете себя, вы должны защищать себя не только с точки зрения юридической, но и с практической. Например, один из участников сказал о том, что они поставляют продукцию парфюмерную, и они всегда требуют предоплату. С новым партнером это имеет смысл делать, если это возможно, если они на это готовы. Требуйте предоплату. Либо необходимо страховать ваши риски от неоплаты. Такое бывает. Существует, что клиенты не платят, и канадские клиенты не платят, с ними приходится судиться. Если вы судитесь с вашим контрагентом, то это может занять достаточно много времени, это может занять даже год или чуть больше, потому что в судебном процессе в Канаде относительно долг. Другими словами, в Канаде вести бизнес относительно легко. Здесь все четко и ясно. Вы можете защитить свои права, но вы должны ответственно подходить к себе и не думать, что Канада это безопасная территория. Вы должны действовать так же, как вы действовали в своей стране. Вы должны думать обо всем. И при этом, когда вы работаете в Канаде, нужно еще понимать, что здесь достаточно легко найти консультантов, которые будут консультировать вас на вашем родном языке. Здесь много адвокатов, которые говорят по-русски. Здесь есть бухгалтеры, которые говорят по-русски, финансовые консультанты, банкиры и так далее. То есть в этом плане, если вы открываете свой бизнес в каком-то крупном городе, например, Монреаль, вам будет несложно найти специалистов, которые могут вас проконсультировать. Сергей, замечательная презентация. Да, вы еще чуть-чуть остается. Да, собственно говоря, это все. Руководьте здравым смыслом и подходите ответственно. Продумайте все, предусматривайте риски в контрактах, проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем начать что-то. Эта презентация будет загрушена, вы ее тоже получите, будет отчет, имейл, такой фоллоуап. Поэтому встретиться с Сергеем у вас еще будет возможность. Опять, мы все есть в социальных сетях, и вперед мы обговариваем. Да, еще один момент важный, который я забыл упомянуть. Если вы создаете компанию в Канаде, это не дает вам права автоматически получить рабочую визу или что-либо в этом роде. У вас может оказаться такая ситуация, что вы создадите компанию, и ваш директор не может ехать в Канаду, ваши акционеры не могут ехать в Канаду. Это не столь страшно, вы можете проводить общие собрания акционеров и советов директоров за пределами Канады. Главное, что документы должны храниться здесь. Вы можете нанять здесь местных специалистов работать на дистанции. То есть, с точки зрения миграционной, вы не можете. В некоторых существует такая вещь, которая называется интеркомпании трансфер, когда вы переводите сотрудника из материнской компании в дочернюю. Это существует такой вариант, можно получить рабочую визу, но если вы создали новую компанию, новая компания не может делать такого рода трансфер в течение первого года деятельности. То есть, в первое время вам придется искать местных кого-то и нанимать местных сотрудников. Это, собственно говоря, все. Если у вас есть какие-то вопросы, вы увидите в конце презентации здесь мой мейл, телефон, Viber, WhatsApp, если что, звоните. Спасибо, Сергей. Я тут же спешу дать слово Александру Кавайлю, это последний наш спикер о продовольственной индустрии. Сережа, пожалуйста, слайды уберите с экрана. И, Александр, если вы еще там или мы вас уже потеряли, что тоже может быть, потому что... Я здесь, меня слышно. Да, Александр, слышно. И, возможно, тоже презентацию будет. Да, да, я сейчас жду, пока... Да, все. Я знаю, у вас очень интересная презентация, о которой мечтали все. Как выйти на рынок, соединиться и стать работать с продовольственными сетями Канады. Это очень интересно. Сережа, Александр, вместе с тем, пять минут. Да, да, конечно. Презентацию видно, да? Да, все видно хорошо. Да, спасибо всем, кто дождался, не ушел. Ну, конечно, очень много спикеров, но очень интересное мероприятие. Спасибо за организацию. Я очень кратко. Значит, чем я занимаюсь в Канаде? Значит, я нахожусь в Ванкувере, на западном побережье. Всем привет из солнечного Ванкувера. Я сам из Беларуси, вот, из Минска. То есть представитель так называемой белорусской диаспоры в Канаде. Переехал в 2015 году. То есть уже здесь почти пять лет. И мой бизнес заключается в двух сферах. Первое – это пищевые ингредиенты. То есть мы занимаемся импортом, экспортом и дистрибуцией пищевых ингредиентов для производства продуктов питания. То есть вот эти все так называемые мешки, которые, видите, в составе там консерванты, красители и так далее. Мы занимаемся вот их поставками. Делаем как импорт из Европы в Канаду, так и экспорт из Канады. И у нас есть проект, мы экспортируем для белорусского производителя детского питания, очень большого, в Беларии. В общем, есть опыт работы с этим. И второе направление бизнеса – это дистрибуция именно пищевых продуктов. Продуктов питания и поставки в сети, в большие сети ритейл в Канаде и в перспективе США. Бизнес-компания есть, компания в Канаде, и есть компания также в Беларуси и Минске. Мы с двумя компаниями координируем все поставки. Здесь я хотел немножко рассказать, какие нужны шаги для того, чтобы войти на канадский рынок, чтобы начать здесь продавать. И три основных шага – это, конечно, надо определиться с регионом, где продавать, где начать. Потому что Канада – страна очень большая, с разными этническими составами, с разными рынками. На каких-то где-то, скажем, Британской Колумбии здесь на Западе будет продаваться все органик, натуральное. Здесь можно продавать дороже. По сравнению с, скажем, центральной Канадой, там, Антарио, Квебек, немножко другие предпочтения, немножко другие ценовые категории. То есть надо определиться с регионом. Здесь у него карта Канады. Потом второй шаг – надо знать рынок, то есть надо сделать market research, то есть маркетинговое исследование. Надо понять, есть ли продукты похожие, есть ли конкуренты, какая ценовая стратегия должна быть. То есть это очень важно, это понять. Ну и третий шаг – это, конечно, нужна стратегия по экспорту. То есть надо понимать, через какой канал дистрибуции продавать, или же с партнерами, или самим, значит, открывать, или вот филиалы, или понимать людей в Канаде, чтобы они продвигали. В общем, это все очень важно. И здесь у меня вот по сети было. Значит, пример, да, с Access Story, который я хотел рассказать, то, что мы уже здесь продаем, то, что это уже реальный проект, реально можно этот продукт увидеть на полках. Пока что в основном в Ванкувере, но через, я думаю, пару недель уже будет и на полках в Антарио, Квебеке. Значит, вот этот замечательный продукт, который называется «Березовый сок», которым многие знают, называется «Бризовик» бренд. Как вы видите, бутылка сделана на английском, французском, то есть все сделано в соответствии с канадскими требованиями, стандартами. сделали дизайн тоже, бутылку, упаковку, чтобы этот продукт на полке здесь смотрелся абсолютно локализированным, да, локальным, то есть чтобы он даже выглядел, ну, лучше, чем местные, да, чем местные продукты. И привлекал внимание и был интересным. То есть он у нас в двух версиях. Здесь, видите, органик есть даже, USDA-органик, то есть американская органик сертификация. Производит этот продукт наш завод безалкогольных напитков, Минский завод безалкогольных напитков, то есть проект совместно с ними. Очень хорошие у нас с ними контакты, отношения, помогают локализации. В общем, пример того, как надо работать действительно на экспорт и как продвигать продукт. Потому что, в принципе, без локализации упаковки, этикетки здесь что-то попасть на полку большого супермаркета, да, где ходят все канадцы, это почти невозможно. То есть когда просто клеишь стикер, да, там все на русском, а наклеим только стикер на английском, то это вариант для продажи в этнических магазинах, да, каких-то маленьких. Но если хочешь выходить на рынок, то, конечно, надо делать полную локализацию и работу над брендом, и защиту бренда, да, то есть наш бренд Бризовик, он здесь защищен на территории Канады, потому что вот эта вот защита очень тоже важна, да, потому что когда бренд начинает развиваться, если он не защищен, то кто-то может прийти, зарегистрировать этот бренд на этой территории, и потом придется убирать весь продукт с полок, ну, в общем, важный момент. Да, то есть здесь есть у нас определенные, конечно, челленджи, потому что это новый продукт, надо его продвигать, надо вкладывать в маркетинговые различные мероприятия, в демо-сессии, то есть давать пробники, давать магазины, да, проводить все вот эти мероприятия, когда люди пробуют, узнают, что такое березовый сок, потому что очень-очень много людей, конечно, никогда в жизни о нем не слышали и не знают. И, значит, такое вот подытожить, да, саммари, которые я бы хотел минуту буквально на нем остановиться, значит, чтобы войти на рынок канадский, вот, наверное, с любым продуктом, первое, надо, конечно, понять рынок, да, сделать маркетинговые исследования или с партнером-дистрибьютором, или через многочисленные, есть датабазы, агентства, которые за деньги какие-то уже готовые предоставляют решения, готовые исследования рынка. Потом второе, очень важно, как я уже сказал, иметь этикетку в соответствии с требованиями местной, упаковку, бренд, то есть вот максимальную сделать локализацию бренда, кастомизацию, в это надо инвестировать, но это единственный путь действительно быть успешным. Ну и последнее, конечно же, надо набраться терпения. Это все очень долгосрочно долгоиграющие проекты, вот, и, как Марина упоминала в начале самопрезентации, что, да, 3 из 4 проекта, 75% проектов экспортных, они не проходят, да, то есть ты никогда не знаешь, будет это успех или нет, поэтому надо быть готовыми к тому, что все, что ты сделал, инвестировал, оно может на этом рынке и не пойти, да, и не потому, что это было сделано неправильно, а просто потому, что, ну, не пошло, да, Но ты научился, да, Александр, но ты зато научился, и самое главное ведь, да, диаспора может сказать нет, сказать вовремя нет, это на самом деле дорогого стоит, остановись, это не пойдет здесь. Ну, Александр, вот, что вы можете тоже сказать. Ну вот, в принципе, все, мои контактные данные, то есть я готов работать с производителями пищевых продуктов, вот, Савушкин продукт, очень хорошо мы уже познакомились с представителем, будем с ними общаться. У нас сейчас есть проекты Санта-Бремор, тоже белорусский производитель, по селедке, по, ну, в общем, они делают си-фуд, да, то есть в этом направлении. Ну, и березовый сок, это такая наша первая, первая ласточка, и вот сейчас сезон, лето, у нас уже здесь продукт стоит, и мы надеемся, что мы, несмотря на все трудности, которые вызваны в теперешней ситуации, что мы сможем этим летом на рынок зайти и надолго здесь закрепиться. Александр, спасибо огромное, контакты есть, и мы с вами будем дружить еще очень много. Вам большое спасибо. Хорошо, и мы подводим итог. Я всех благодарю и очень извиняюсь за то, что это заняло времени, по крайней мере, это продуктивно и обстоятельно, поэтому у нас остаются заключительные слова, и если кто-то из торговых представителей еще вместе с нами, как вы видите, может быть, по своей стране, какие планы следующие вы бы могли вместе с Сербой планировать, и как вам результаты, подвести какие-то результаты, если кто-то еще хочет. господин Рухло, Зикри Лаев и мистер Валерий Максимов. Если вы еще с нами, пожалуйста, выходите в эфир. Да, я хотел бы поблагодарить, безусловно, Марину вас за организацию этого мероприятия. Очень полезно, я думаю, для наших российских компаний, для компаний из наших соседних государств, и страны Евразийского экономического союза, имея общую экономическую основу, спокойно могут выходить на этот рынок, имея такое большое сообщество в виде диаспоры, которое готово протянуть руку помощи. И, безусловно, есть здесь сформированная группа уже официальных представителей, торговых представителей, посольства, и также мы готовы оказать со своей стороны всю необходимую помощь для продвижения продукции наших компаний. Мне очень приятно, что сегодня к нашему разговору присоединился руководитель отдела Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Кмельницкий. Он был здесь с нами, послушал все презентации, в том числе из наших регионов российских. И мы, конечно, сейчас каждая из компаний будем планировать, как и дальше будем совместно работать. Я хочу пару слов для наших Канадян компаний и представителей из Украины. Кэрол, спасибо за вашу презентацию. Это было очень интересно. И, конечно, мы надеемся, чтобы работать с вами, чтобы создать хорошие коллаборации между Россией, Канадян и Украинским компаниями. И у нас есть хорошая возможность работать с существующими компаниями в Украине, в Канаде. И, конечно, мы можем работать с Канадян компаний, например, Шопифи. Это очень известная и интересная компания, чтобы создать рынок для российских и Украинских компаний. И мы надеемся, что мы надеемся работать с вами. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.